Я рад вас всех приветствовать. Я вообще очень поражён и удивлён тому, что так много интересующихся характеристикой нашей эпохи, что такое ясновидение и так далее. Наши темы, кажется, сегодня заказаны. И, в принципе, это очень хороший знак, потому что эта тема, она не для обывателей, я вам сразу хочу сказать, не для обывателей. Она рассчитана на таких очень вдумчивых людей, ну, можно так сказать, на лидеров, я бы так назвал этих людей. Но лидером не в таком широком смысле, что Чапаев, знаете, Чапаев был лидером, реально. Он за собой вёл войска и зарекомендовал себя вот с этой точки зрения. А лидеров хотя бы для себя, знаете, для себя, для своей жизни. То есть, правильно распорядиться. Это позиция мудрости. Мудрости, ещё раз говорю. Поэтому давайте вот так вот аккуратненько вот слушать. Тема заказана очень большая. Я не знаю, я вот здесь вот набросал что-то, но это очень много, и навряд ли я успею всё обо всём сказать. Тем не менее, я буду надеяться, что вы будете внимательно слушать, и вопросы в конце вы зададите. А теперь я представлюсь, меня зовут Беляев Сергей Николаевич, доктор. Доктор, надо вначале было сказать, доктор Беляев Сергей Николаевич. Доктор – это не кличка, это такая профессия. Но так или иначе, по судьбе, так сложилось, что последние 20 лет я изучаю теологию очень серьёзно. И изучаю её, так сказать, каждый день. Не то, что вот сегодня праздник, допустим, или воскресенье, чем бы мне заняться. Нет. Последние 20 лет своей жизни каждый день изучаю вопросы теологии, культуры и много-много других прикладных аспектов. То есть философия, туда всё входит. Итак, мы немножечко поговорим, да, тема нашей беседы сегодняшней, она посвящена предсказаниям, предсказаниям. Характеристики нашей эпохи согласно предсказаниям нашего будущего. И вообще, кто это такие за люди, вот эти предсказатели и основицы, как к ним относиться, вообще как относиться к предсказаниям. Вот. И как вообще, пользоваться ли этой информацией вообще нам или не пользоваться. То есть, ну, в таком варианте. Вот. Или, так сказать, вот давайте просто осветим эту тему. И всё. Естественно, мы будем говорить с уклоном таким, который может быть сегодня, ну, неизвестен. То есть, я не буду ссылаться ни на большую советскую энциклопедию. Я не буду ссылаться на британскую. Ну, я не знаю, какие вы знаете. Даже на британскую не буду ссылаться. То есть, мы будем ссылаться очень часто на ведические знания, но будем проводить параллели и современности. Вот. Очень важно понять некоторые процессы, вот, с точки зрения того, как они предсказаны увидеть через призму тех вот древних писаний, древних слов, древних мыслеформ, как оно сегодня проявляется. И понять, вообще, насколько это уникальна вот эта система древних знаний, веды, да. Мы будем ссылаться на ведические знания. И так, начну с того, что во все времена и эпохи всегда были предсказатели, да. И в действительности эти люди, они необычные. Их всегда, что? Их всегда, вот, ловили каждое их слово, согласитесь. И сильные мира всего они интересовались предсказателями. Ну и простые люди тоже. Что это такое, интересоваться своим будущим? Вы знаете, это признак разума, прежде всего. Признак разума. То есть, понять, что меня ждет и как распорядиться этой жизнью. И поскольку сама эта система предсказаний, она не нами создана. Я сразу хочу некоторые вещи сказать. Я вот сегодня слушал интервью Павла Глобы. Человек, который занимается предсказаниями. И он говорит, что я вот прогнозы рисую. И в действительности, да, Ангера Муни – это такой величайший мудрец. Понимаете, во Вселенной есть мудрецы. И эти мудрецы, они настолько умны, что мы даже не можем... Вот один мудрец, 50 человечества в целом, 6,5 миллиардов, оно не стоит одного такого мудреца. Во Вселенной есть такие мудрецы. И они живут, вы знаете, вот это созвездие Большой Медведицы, вот эти звезды, это принадлежат им. Они там расселены. Это райские планеты, согласно ведическому мировоззрению, так сказать. И там они мыслят. И вот Ангера Муни, он в начале творения, он создал вот эту систему джиотиш. Но Бригу Муни такой был еще, вот тоже мудрецы есть, в принципе. Он еще дальше пошел. Он создал не просто систему предсказаний, там джиотиш или астрология по-русски, да. Он создал вообще карты жизни для каждого живого существа в любое время. Вот в любое время, пока эта вот Вселенная существует. Бригу Муни, да. И вот наверняка, может быть, кто-то из вас слышал, вот как один очень такой удивительный святой, великий святой Шинейна Ривнаслами, он посещал вот этого потомка Бригу. Он написал в своем дневнике, как он посещал этого потомка Бригу. Он в Индии там живет. Ну, неважно, там я не буду в это углубляться. Сам факт, что перед тем, даже как к нему войти, тот вышел ему навстречу. Он говорит, а почему вы меня встречаете? Ну, я ехал там, непонятно, трое суток до вас добирался. Он говорит, а по времени ты должен ко мне подойти уже. То есть, ко мне просто так не приходят. Понимаете, это вот система предсказаний. Какова вообще система предсказаний? И я немножко буду говорить, это очень сложная тема, здесь очень много разных аспектов надо затронуть. И немножко будет порядок, вот изложение немножко разный. Ну, вы сейчас поймете. Но он с такой целью, чтобы мы смогли какую-то такую корреляцию провести между сегодняшним положением вещей и вот именно древними предсказаниями. И я бы хотел вам сразу сказать о том, что в соответствии с ведической космологией время, потому что любое предсказание, ясновидение, оно связано с аспектом времени. Время с точки зрения вед, оно вечно. Ну, видите, сразу можете это как бы сделать. Потому что люди, они все равно не понимают, понятие вечности практически недоступно современному человеку. Ну, максимум, что люди думают, ну, на 25 лет мы там экономический прогресс разложим, мы будем развиваться экономически. Но в рамках вечного времени мыслить практически никто не способен сегодня. Это единицы, единицы, вот даже на этой планете, это вот можно, ну, по пальцам рассчитать, кто может мыслить вот в таком масштабе. И, но ясновидцы, вы слышали такое слово, ясновидцы, да? Это такое удивительные люди, они могут действительно посмотреть в будущее. Но не только в будущее, они могут и прошлое увидеть. Ну, допустим, часто, вы знаете, обращаются к криминальные органы, там, к таким людям, да, чтобы они увидели для раскрытия преступлений. Вот они видят, вот реально, они говорят, и очень совпадает. Очень совпадает. То есть это факт, это такой аспект. Мы об этом поговорим подробно. Почему это? Что это вообще? Современные люди, даже те, которые пользуются услугами, они не знают, что это. Вот это парадокс нашего времени. Мы сейчас поймем, почему так происходит. И, конечно же, самая большая квалификация ясновидения – это заглянуть в будущее и увидеть, что будет впереди. И во все эпохи такие люди, они, ну, редко приходили. Даже вот за последнее тысячелетие, ну, может быть, за тысячелетие человек десять, вот таких ярких. Ну, вот за последнее тысячелетие человечество помнит их, они описаны, их можно вспоминать. Мы будем их сегодня некоторых вспоминать. И у них были какие-то такие вот возможности заглядывать, ну, в общем-то, на какие-то ближайшее время. На ближайшее время. И мы сегодня откроем имена самых великих предсказателей, которые, ну, так сказать, к сожалению, я удивляюсь, но люди не знают сегодня. Мы сегодня откроем эти имена. Это интересно вообще, нет? Окей. Итак, мы продолжаем. Итак, время вечно, да? И вот это исчисление, что интересно в ведической хронологии и в ведической традиции, зависит от жизни, от жизни первого живого существа во Вселенной. Ну, вы знаете, вот эту традицию тоже взяли люди, но они считали, допустим, от рождения каких-то великих личностей. Ну, допустим, мы от Рождества Христова, да, есть такой календарь. И мы вот в этом времени сейчас вот расчет ведем. Вот. И это, очевидно, это правильно. От каких-то вот, от рождения великого человека можно там, или там, допустим, от явления Бога, допустим, тоже можно расчет вести времени. Ну, и говорят Господь Иисус Христос, тоже это вот, то есть, ну, обожествили Иисуса Христа. Тем не менее, это уместно сказать Господь Иисус Христос. Ну, и так, вот, и это первое живое существо, оно и его имя Брахма. Брахма. Ну, зовут его Брахма. И жизнь Брахмы, она поделена на периоды. Вот вы только вот вникните немножко. У нас не будет много времени, на это надо просто потратить, ну, я не знаю, может быть, целую лекцию, да, чтобы рассказать о летоисчислении ведическом. Тем не менее, мы очень, так вот, коснемся только этого вопроса. И жизнь Брахмы, она, мы, как уже сказали, поделена на периоды. Один день Брахмы, один день Брахмы, это Маха Кальпа, равно 4 биллиона 320 миллионов земных лет. 4 биллиона 320. Один день Брахмы, да. Брахма, ну, вот, в христианской традиции, это Бог-творец. Бог-творец. Это, по сути дела, очень могущественное живое существо, наделенное особыми полномочиями Господом. Вот, сам Бог, он нанимается творением. Это, как бы, ну, не его уровня дела, понимаете. Вот, Брахма, он творит. И вот, согласно вот летоисчислению, Брахма один день, равняй его жизни, он вот такой вот период земных лет. И вот эта Маха Кальпа, Маха Кальпа, она включает в себя 14... Вот этот день, день, 14 периодов включает. В каждый период приходит какой-то прародитель, основной прародитель человечества. Их называли Ману. Они разные бывают. Ману, они приходят, их 14. Они описаны в ведах очень подробно. Вот, и эти прародители, они по повелению Брахмы, они населяют эту Вселенную, населяют. И очень могущественные тоже живые существа. И они, вот мы с вами тоже, вот, рождены вот от этих вот прародителей, Ману. То есть, вот так это происходит. И делится вот эта Маха Юга, Маха Кальпа, извините, или Маха Юга, так ее можно назвать. Она делится тоже на 4 периода. Вот, он называется Сатья Юга, Трета Юга, Два Пара Юга и Кали Юга. Кали Юга – это то время, в котором мы с вами живем. Сатья Юга, давайте назовем промежутки просто, она длится больше всех, дольше всех. Она очень большая, длительная. Она длится 1 миллион 728 тысяч лет. Это вот такая Сатья Юга, она продолжительная. И люди в этот период, они живут, они больше, чем мы, ростом. Они живут сотни тысяч лет. У них продолжительность жизни сотни тысяч лет. В Трета Югу, продолжительность Трета Юги 1 миллион 296 тысяч лет, чуть поменьше. И люди тоже живут чуть поменьше в эту Югу. Два Пара Югу, 864 тысячи лет она длится, земных. И Кали Юга – это то время, в которое мы живем. Кали Юга длится 432 тысячи лет. 432 тысячи лет. И по летоисчислению ведическому, она началась ровно 5 тысяч лет назад. Да, 5 тысяч лет назад. Вот как она началась. То есть мы, можно так сказать, в самом начале Кали Юги. Кали Юга – это уже такой век. Его в переводе можно перевести Сатья, если вот Сатья, да, это золотой век. Это век, ну, расцвета человечества, расцвета. А Кали Юга – это век лжи и порока. Смотрите как, да? Вы слышали, наверное, кто не слышал Кали Юга, да? То есть я никому не открыл сейчас секрет, да? Лжи и порока. Так вот переводится. Ну, еще он говорит, железный век, не так важно. Много всяких переводов у этого слова. Но, тем не менее, важно понять, что именно в этот период времени человечество, вообще все население, Вселенная деградирует. Мы с вами живем вот в этот век деградации. Итак, что грозного в этой Кали Юге? Мы как раз вот ради этого пришли, потому что мы даем характеристику этого времени. Мы рассмотрим ниже. А сейчас я, может быть, расскажу о том, что же такие прорицатели. Опять вернемся к этому. То есть во все времена вы знаете. Вот, может, помните, я когда еще в школе учился, вот нам говорили в Древней Греции, были такие прорицательницы, девушки-прорицательницы, их Сивилы звали. Сивилы, знаете, да? Зажили, может быть, да? И вот я думал, всегда думал, что это... Но они были такие, знаете, необычные женщины. Обычно они отвергнутые такие были обществу. Они не могли найти, так сказать, свою половинку, божественную, так сказать, завести семью. И на них, как бы, вот такое было проклятие, что вот они сами по себе будут жить. И эти женщины, они порой превращались в такие очень страшные существа, внешние, так сказать. И, тем не менее, у них постоянно были вот эти видения, видения будущего. И, может, вы помните, да, ну вот и в Греции говорили, что, ну, они Сивилы, значит, они отмечены проклятием Аполлона. Ну, Аполлон – это вот бог любви такой, так сказать, в Греции был и так далее. И, может, помните, вот эта легендарная Кассандра, которая, так сказать, ну, предсказала различные там потрясения, вот, и из-за этого она была отвергнута. То есть люди, они как, они хотят знать будущее, но они не хотят принимать какие-то проблемы в будущем. И в этом тоже. Поэтому этот пророческий дар, пророческий дар, он всегда был такой немножко мистическим и немножко пугал даже людей. Потому что вроде хочется заглянуть вперед, но и боязнь, ну, а что там вот узнать, что, а вдруг там вот уже ничего. И как бы вот в этом вопросе всегда противоречие есть, двойственность. И все же это было явно любопытно для людей, согласитесь. Даже вот, помните, даже Пушкин написал вот это стихотворение, замечательное, я считаю, стихотворение «Пророк». Да, то есть вот этому дару посвящались даже, ну, такие вот, можно так сказать, мыслители человечества очень много об этом думали. Там всех заботят на самом деле. Кто они пророки? И вы знаете, и как к ним относиться? Ну, вот, допустим, Эйнштейн, да, Эйнштейн, он изучал Ностердамуса. Изучал. Хотел открыть его все секреты. То есть, ну, он зашифровал все свои пророчества. И вот. И Ностердамус, вы знаете, он наиболее известный на сегодняшний день. Вот один из таких наиболее известных. Ну, потому что он заглянул за столетия. То есть, вот это ясновидение, которое, ну, не на той неделе, что тебя ждет, или там через час, а за столетия, понимаете? Вот это как бы, ну, как бы эпоха побольше. И в этом смысле вот увеличение пророка, понимаете? Он очень интересно Ностердамус предсказывал. Кто знает, как он предсказывал? Уникально. Он брал такую чашу, чашу, медная чаша большая была. И он смотрел в нее. Прямо в воду. Она водой была заполнена. Он смотрел в воду. Это рано утром происходило. Вот. И поскольку, помните, уже кто-то был на лекциях, да, по воде. Вода знает прошлое, настоящее будущее. Я вам рассказывал. Да, да. И он смотрит в эту чашу и видит. Вот как в кино. Как вы вот видите в Самсунг, да, вот такой большой экран. Знаете, вот. Вот реально так. И вот он точно так же видит вот все. Причем он может взгляд бросать куда захочет. Там в ту страну, там в ту область, в ту область. И он видит, как в кино, что происходит. И ему только нужно облечь это все. Как бы осознать самому, что происходит. Потому что, ну, допустим, Ностердамус в то время вот увидеть, как вот взлетает ракета булава. Булава. Очень трудно понять, что это такое, да. Стрела это. Ну, в то время стрелы были, да, и там мушкеты какие-то. А это вот булава взлетает, увидеть, как это что-то понять. То есть ему надо понять. И вот, допустим, так и точно и нам трудно понять, что в прошлом было, если мы увидим или окажемся там. Или вот в будущем. Поэтому это вот дар предсказателя. Все равно надо вот дар иметь. И я бы хотел сегодня вот эту нашу беседу все-таки эпиграфом таким украсить. Эпиграфом того же Эйнштейна, который, вот, я не очень так люблю его цитировать. Тем не менее, этот эпиграф, он меня вдохновляет. Вернее, его слова вот эти, которые я в эпиграф хочу, так сказать, в нашей сегодняшней беседе. И слова такие, Эйнштейн, ну, ему приписывают эти слова, я точно не знаю. Он говорит, что есть только две бесконечные величины. Это Вселенная и глупость. А потом и подумал, хотя насчет Вселенной я не уверен. То есть он предполагал, что у Вселенной все-таки есть конец где-то, ну, где-то она заканчивается. Ну, в этом может быть действительно его гений. Почему мы говорим вот об этом? Потому что я бы хотел, чтобы мы очень, так сказать, на позицию мудрости, что ли, стали. И это очень труднодоступная вещь, мудрость. Особенно в наше время, в Кали-Югу, в которой мы живем. И просто отрицать что-либо, там, предсказателей, это, ну, не та позиция мудрости, я вам сразу говорю. Но нужно уметь это правильно делать, понимаете? И я, допустим, ну, не согласен с высказыванием. Вот я недавно с вами премьер-министра слушал, он высказывался там. И его спросили, как вот насчет 2012 года, ну, там, допустим. А он говорит, я не поддерживаю апокалипсические ожидания. Ну, то есть, вот такая позиция. Честно говоря, понятно, что, конечно, правительство не хочет панику внедрять в сердца людей. Вот, потому что, ну, оно и так не справляется. А еще им панику добавь, и тогда они точно со всем справятся. Вот, поэтому, но, знаете, позиция мудрого человека, она немножечко другая. Она другая. И мы поговорим по ходу пьесы об этом. Итак, севиллы, севиллы, помните эти вот проклятые женщины, они предсказали падение Рима, Константинополя. Это ж они предсказывали, они вот этим всяким нейронам, там, и всем прочим, они предсказывали, прямо в лицо им говорили. Пророчества сбылись, да и только. А выводы кто-нибудь сделал. И вот на Руси тоже было много предсказателей, знаете, вот эти ведуны, они же предсказатели были, причем тоже очень много. Кстати, они, помните, вот слово чародей, оно и возникло, а то, что в чару смотрел, в чару это, помните, как Настердамус, вот такую же вот. Это вот реальность такова. Но также я должен назвать таких людей, которых вы еще, может, знаете, помните. Это вот Мессинг, наверняка вы слышали эту фамилию, Мессинг, Ванга, да, Эдгар Кейси. И мы еще некоторых можем назвать людей. Вот, и, ну, допустим, вот Настердамус писал, что в 99-м году с неба не зайдет король устрашения, вот он так говорит. А Эдгар Кейс предсказал, что Япония канет воды Тихого океана, Калифорния тоже будет разрушена землетрясением. Сегодня, ну, так говорят, Кейс, но он предсказал, что Нью-Орлеан, Новый Орлеан будет разрушен. Его нет, понимаете, ну, это к слову просто, его нет. И вот как относиться, это все вопрос у нас пока, пока ответа нет, вот пока только мы вопросы ставим. Предсказатели говорят о том, что тибетский буддизм просуществует две с половиной тысячи лет, вот, и закончится с низложением тринадцатого Дай-Лай-Ламы. Ну, вот он, Дай-Лай-Лама, уже низложен, тринадцатый. Пирамиды утверждают, пирамиды, это вот, вы знаете, пирамиды, да, что, ну, вот в Гизе такие пирамиды еще и очень известные есть, указывают на конец нынешней цивилизации в 2001 году. Смотрите, в 2001 году. А упадок ее начался, якобы, в шестьдесят пятом году. И ислам тоже делает, знаете, многие религии тоже предсказывают, то есть, как бы, тоже очень важно понять. И вот в исламе, ну, очень, прямо утверждение такое, что конец света наступит, когда нога человека наступит на Луну. На Луну. Ну, похоже, она еще не наступила на Луну, просто там, может быть, где-то это было каких-нибудь там, ну, знаете, да, в парках каких-то, вот, специально созданы. Вот, и нам показали об этом. Ну, что еще можно сказать? Вот, Дженни Диксон и Рут Монтгомери говорят, что мир будет уничтожен огнем в 99-м году. Они прямо предсказали это, они настаивали на этом. Есть такой Гордон Майкл, Сколеон, тоже в ближайшее время предсказывает конец света. Фатима, такое очень известное пророчество. То есть, в ближайшем будущем прямо конец света предсказывает. Библейские откровения, тоже немало таких пророчеств о разрушении цивилизации. И почему не все пророчества сбылись? Вы помните, назвали 99-й и так далее, 2001-й. Но некоторые пророчества очень четко были, допустим, парад планет, 99-й год. Все видели все, ну, человечество как бы увидело это над Парией, ну, во Франции, это видно было очень как в Европе. Парад планет, прямо это вот снято, вот, пожалуйста, показывает, это очень явно. Парад планет был один раз только в начале Кали-Юги, 5000 лет назад. Соответствует этому, понимаете. И вот сейчас он появился тоже. И вот я все-таки хочу, пока вопросом это остается, перейти дальше к объяснению, что же такое ясновидение. И ясновидение, с точки зрения Вед, это очень простая вещь, на самом деле. Это просто мистическое совершенство, такая ситха, ситха, понимаете. Просто это вот, когда у вас появляется эта штука, да, это все равно, что как вот вы кушаете ложку, вы же не задумываетесь, как вот вы берете ложку, да. И вот так, точно вот такая ситха. И вот те пророки, которые мы перечисляли, это люди, обладающие в той или иной мере, потому что ситха может открываться настолько, настолько и настолько, ну, в общем, по-разному все. И вот если, в принципе, эту ситху может развить каждый желающий, да, но, конечно, у кого-то это проявлено больше. Вот, и обычно ситхи открываются в результате каких-то очень серьезных заслуг таких, вот, человека этого. То есть обычно это какие-то духовные подвиги, ну, не меньше, не меньше. И открывается этот дар предвидения. Но самым великим предсказателем за всю историю человечества, вы можете записать это имя, потому что мы будем сейчас основываться на его предсказаниях. Самым великим предсказателем во все времена и народы был Шрила Вьясадева. Шрила Вьясадева. Еще одно из его имен, это Ведавьяса, его еще иногда называют, Ведавьяса. То есть тот человек, который записал Веды, записал. Это очень необычная личность, вот, Шахти Веша Аватара, Господа, в общем-то, говорится даже не Шахти Веша Аватара, а литературное воплощение Бога. Вот, и он был просто мудрецом, мудрецом, таким аскетом, пять тысяч лет назад. Вот, и он, ведические ясновидцы, они не всегда смотрели в чашу. В чашу это уже потом, это уже более примитивный способ. Они смотрели в медитации, в будущее, в медитации. Они погружались так вот в медитацию, они садились, так, знаете, вот, там, где-то на Кайласе, ну, где-то там у истоков Ганги. Вот, и вот так вот полуприкрытые глаза обязательно надо было, чтобы не видеть рекламу, знаете. Ну, вот так вот, полуприкрытые глаза, вот так вот, раз. И вот такой взгляд, он внутри такой, знаете, на кончике носа, вот такой взгляд. И вот у них вот это видение, вот. И картинки, они наблюдали не такие картинки, как мы смотрим в Самсунге. Или там еще, я не знаю, кто уж и чем смотрит, не так важно. Мы, допустим, видим картинки и слышим звук, да, вот таково телевидение сегодня. Мы слышим звук и такой, знаете, вот в кинотеатр, когда зайдешь, мне дети повели в кинотеатр. И там такой вот этот звук стерео, прямо как будто вот, ба-бах, все, ну, как бы взрывается. Но когда смотрит ясновидец на картинку, то он не только видит, слышит звуки и видит картинку вообще. Причем в трехмерном пространстве, ну, просто в плоском. Но он еще чувствует то, что чувствует каждый из героев, и о чем он мыслит, представляете. То есть это настолько завораживающе. Вот когда, ну, вот, если вы начнете чувствовать других, понимаете, их ощущения, или что он думает внутри, это очень-очень сильно вообще может будоражить вас. Потому что эмоционально это очень трудно даже, ну, переживать. Если, вот вы замечали, наверное, когда-то, если вы встречаетесь с человеком, который, допустим, в каком-то эмоциональном таком подъеме, да, и на вас это переходит, вы тоже можете, ну, как бы так вот, от него зарядиться. Поэтому, ну, представьте себе, вот, когда смотришь вот такие картинки, вот, и этот дар, он передается. Этот дар, по желанию того, кто обладает, он может передать. И вы знаете, что вот эту вот историю, да, историю, вот эту беседу Кришны и Арджуны поведал кто? Ученик Ведовьясы, который обладал чем? Вот этим даром ясновидения. Его звали Санджи Вани, да, Санджи Вани, да, Санджая, извините, Санджая, да, Санджая, великий Санджая, наш дорогой друг, вот, который, по милости которого, мы увидели вообще эту беседу, Санджая, да. Это у меня много мыслей просто, Санджи Вани тоже хорошая тема. И так мы с вами определились, да, Ведовьяса. В чем его величие, в чем величие его видения? Он предсказал эпоху, он предсказал всю Калиюгу, представляете, всю Калиюгу. Причем в таких подробностях, которые, ну, реально, трудно себе представить. Более того, его временные, так сказать, определения настолько точны, что все остальные писания мира могут сверяться, понимаете, сверяться. Ну, допустим, в Библии там указывается возраст, возраста дама, да, и евы, ну, к слову говоря, да. Ну, кто-то читал Библию, нет? Ну, почитайте обязательно, понимаете, там есть возраст дама, вот. Но в Бавище-Пуранах, да, более подробно указан этот возраст и всех потомков адама. Вот. И также там очень точно предсказано, допустим, пришествие Будды, я, к слову, Будда. Я смотрю, тысячи лет назад пришел Будда. Будда – это не просто там, ну, как мы думаем, там, человек, который просветление там получил. Будда – это сам Господь, веды четко определяют, что это сам Бог пришел. Вот. Иисус Христос – очень точная дата, говорится, когда Он придет и так далее. То есть за почти, за три тысячи лет до прихода Иисуса Христа, в новых словах говорили, да, было это все предсказано, предсказано и описано. Бавище-Пураны. Бавище-Пураны. Пураны очень, вообще, веды очень много, и мы сейчас будем некоторые из них цитировать. И вот в Бавище-Пуране описывается даже момент этого прозрения у Шрилы Вьясадевы. Вот. Там описывается, что на восходе солнце, после омовения в водах Сарасвати. Сарасвати – уникальная речка, она дает знания, да если дает видение, понимаете. Вот. Тот, кто поклоняется богине Сарасвати, он может тоже получить вот этот дар ясновидения. Но сейчас эта речка где? Она скрыта, да, она под землей, то есть она в Прояге выходит, там сливаются три реки, вы знаете, в Прояге, да, в Индии, кто-то, вы уже знаете, да. Вот, в Прояге сливаются Ямуна, Ганга и Сарасвати, она из-под земли выходит в Прояге. Вот три реки, они сливаются в одном месте. Это место называется? Прояг, это место. Место такое, место положения. Прояг – это место, где сливаются вот эти три реки. Вот. Но, тем не менее, Сарасвати, хоть она и скрыта от человеческих глаз, но она не скрыта от глаз мудрецов, которые прозревают. И так, видимо, Сарасвати тогда еще не спряталась. Вот он, омывшись Сарасвати, вот он сел в эту позу, и он начал предвидеть, что люди в этот век начнут пренебрегать своими обязанностями. Духовная и материальная жизнь придут в упадок, у людей сократится продолжительность жизни, из-за отсутствия добродетели они станут беспокойными. Смотрите, как просто. Вот такие вот определения сейчас мало кто дает. Из-за отсутствия добродетели они станут беспокойными. Смотрите, как просто. Чем меньше мы добродетели проявляем в жизни, тем больше беспокойств у нас. Чем больше мы потребляем и алчим, понимаете, тем больше у нас беспокойств. Значит, надо будет, ну что, если я буду все время алкалий, да, то мне обязательно нужно дверь поставить такую железную, чтобы, ну, потому что я же здесь буду потреблять, вот, и мне нужно, чтобы никто не помешал. Вот, и нужна очень большая железная дверь для этого. Ну и так далее. У меня беспокойство, понимаете, вот, а ну, эту дверь надо обязательно. Нужны жалюзи на окна, да мало ли еще чего. Пулемет, наверное, на рельсах, понимаете, потому что у меня же там сало тоже в холодильнике. Вот, и там все, и жинка там, это самый телевизор в Самсунге, я же не хочу, чтобы мне никто не помешал смотреть. Вот, и таким образом мне много чего понадобится. А это беспокойство. В Падмапуране. Пуран много, знаете, их много на самом деле. Говорится, что в век раздоров и лицемерия, это наш век, люди отвергнут веды и духовные истины. Повсеместно станут заниматься игрой и воровством. Вы узнаете наше время, нет? Даже священники начнут мошенничать, чтобы выжить. Все станут рабами секса и вина. Или вы думаете, что вы не рабы? Еще, вина. Может, секс, да? На первый план выйдет, да, и на первый план выйдут атеисты. И мы видим, что сейчас очень материалистично, да, материалистично вот то пространство, в котором мы живем, оно очень материалистично. Вы согласны с этим, да? Бхагвата Пурана, опять же, мы возвращаемся, 12-я песня. В эпоху Кали ум людей будет постоянно возбужден. Я удивлен, что вы пришли сегодня вообще. Я удивлен, я просто, я не знаю, я им даже передать не могу. Их будут беспокоить голод, высокие налоги, постоянно мучить страх, изнурять засуху. У них не будет достатка ни в одежде, ни в еде, питье, ни в умении правильно отдыхать. У них не будет даже украшений. Украшений не будет. Постепенно они будут выглядеть и так, как будто их терзают привидения. Это вот такое предсказание Бхагата. Вайо Пурани. Будет невозможно выжить, не прилагая огромных усилий. Люди будут легко впадать в гнев, совершать жестокие поступки, жаждать власти. Царями станут низкородные, лживые, атеисты. Люди будут убивать детей в утробе матери. Люди будут сквернословить. Я сюда шел, вот сюда, на встречу с вами. Подростки впереди меня шли. Подростки. Они матом ругались. Да таким матом. Они друг на друга. И я остановился и сказал, а почему вы так разговариваете? Ну я, конечно, я человек с луны. Я понимаю, что... И они на меня смотрели так. Ну, типа того, что дядя с ума зашел, точно инопланетянин. Вот. Но, поскольку я остановил, я же не просто так остановил. То есть они потом, они сначала, они такие немножко обкуренные, знаете, вот эти подростки. И им шестнадцать-пятнадцать лет, не больше. И просто это, ну, трудно себе представлять. И вот они все равно сконцентрировались. Ну надо им отдать должен. Они так немножко сфокусировались. И потом, когда я уходил, они сказали, ладно, мы не будем. Конечно, все это может показаться очень смешно для нас. Но, понимаете, так или иначе, мы вот, я говорю, предсказания. Если вы не узнаете сейчас наше время, вот дальше я считаю, смотрите. Люди будут скривеннословить, воровать, похищать чужих жен. Вы скажете, а кто у нас сейчас жен ворует? Ну, может быть, где-то когда-то воровали, там, на Кавказе, может быть, еще где-то там, в восточных странах. Да на самом деле сейчас любая жена ворованная. Любая. Посмотрите. И вы можете удивиться мне, но вот эта эмансипация, эмансипация, это и есть вот это проявление воровства жен. То есть, эмансипированная женщина, она очень открыта, да? Согласитесь, она очень открыта. Но я просто вам пример привожу, чтобы вы увидели не мной. Помните, мы сказали, мы будем учиться видеть через призму древности. Вот простая вещь. Как женщины одеваются сегодня? Они очень доступны для взглядов других мужчин. И естественно, они что? Они ворованные, получается. Ну, понимаете, так устроен мир. Естественно, на нее смотрят другие, другие. И в этом смысле она уже не жена одного мужа, а уже жена всех. Кто увидит, это вы жена. И вы можете подумать, а что это такое, да? Но мы же с вами хотим научиться, мы хотим научно подойти сегодня. Не просто там. Мы сейчас вообще говорим, здесь ни капельки религии не будет. Я вас сразу предупреждаю. Никакой религии, понимаете? Только наука. Это как бы очень важная вещь. Потому что о религии, если вы захотите, мы поговорим потом. А сейчас только наука. Итак, Бавиша Пурана, да? Ее еще переводят как книга... А, ну вот, святые будут отторганы из общества. Святые будут отторгнуты из общества. А что, не так? Ну, взять святых. Много же мы знаем святых, да? Ну, их не так много, на самом деле. Вот нужно по пальцам перечислить. Но, тем не менее, есть в наше время. И вы знаете, вот, допустим, ну, от всех, вот взять кого апостолов, да, Иисуса, да? Вот вокруг этого ученики Иисуса. А кто? Они что, не отвергнуты были? Все отвергнуты были. Всех чего? Распяли. Или разве нет? То есть, понимаете, давайте узнавать во всем, в каждом слове узнавать наше сегодняшнее положение. Будет расцветать всеобщая нищета, предсказанная. И вы думаете, что? Что кто-то богатеет. Украшения, вот, допустим, вы говорите. А сейчас, в основном, вот, что женщины носят? Какую-то пластмассу. Я вот обращаю внимание, вот, носят вот пластмассу. Вроде много украшений. А вот все пластмассы, понимаете? Может, кто-то и носит. Есть какая-то элита, они там бриллианты носят. Ну, большинство людей носят. Как будто вообще, ну, бижутерию называют это. Понимаете? То есть, настоящее украшение, запомните, это из золота. Из золота. Из серебра. Это украшение. Вот. То есть, ну, такие благородные металлы. Так задумано в творении, что вот именно из этого делаются камни очень красивые. Самые цветы, понимаете? Природные. Ни пластмассовые, ни искусственные бриллианты, понимаете? Нету такого. Уходит это богатство, да? И люди какие? Ну, если мы думаем, что у нас штаны есть, да? Ну, мы богаты, да? Ну, джинсы. У меня есть трое джинс. Я богатый. Я же могу прикрыться, да? И радуюсь уже этому. Ну, не это богатство, понимаете? Не эта одежда, о которой мы речь идем, понимаете? Поэтому я хочу сказать, что попробуйте уточнить, вот это понять, вот это все насчет одежды тоже. Даже одежды будет не хватать. Хорошей одежды. Допустим, я, ну, я редко кого видел, допустим, чтобы в шелках ходили такие, знаешь, хорошие в шелке, допустим. Это редкая вещь. А шелк, это считается, ну, одна из таких высших форм одежды, потому что он не оскверняется, шелк. Ну, шелк такой, вот, кстати, он сто процентов, Светочка, я тебе сразу говорю, что я уточнял и навел очень много справок. Вот именно шелк, который вот без убийства шелкопряда. Без убийства шелкопряда, да. Может, сейчас никто в такой хорошее не ходит? Ну, есть такие. Есть, да, но дорогие. Вот эти одежды дорогие. Совершенно верно. Потому что это целые фамилии. Но они существуют, и вот по сегодняшний день есть такая одежда. Вот. И я взял и купил себе такой наборчик. Вот. И попробовал ходить в нем. И я понял, что действительно очень достойная одежда. Знаете, вот это совсем другое, по-другому себя чувствуешь. Ну, я просто могу вам честно сказать, это совсем другой уровень жизни. То есть в ней можно и пахать, знаете, и в храм заходить, и вот, ну, вот все, что угодно. Вот такая одежда, она совершенно уникальна. Вот. И это шелк. Шелк. Ну, это к слову. К слову. Я хочу, чтобы вы просто по параллели какие-то научились видеть. Потому что мы даже этого не можем сегодня. Вот. И многие народы прекратят свое существование. Многие народы прекратят свое существование. Ну, и мы можем уже это тоже видеть. На самом деле, многие народы уже прекратили свое существование. Многие аборигены прекратили свое существование. Многие вот, допустим, северные индейцы. Да, но вот мы видим, что практически это, ну, вымершие народы. Мы видим уже сегодня на планете, не все народы способны выживать. Кто-то может подумать, что китайцев, нолы, допустим, вот уж они-то и займут правильно. Вот в Кали-Югу вот этот народ, ему дано преобладать. Это ведоми тоже все предсказано. Они называются на санскрисе кхасы. Кхасы, вот эти народы, которые, ну, немножко глаза такие вот, ну, как бы раскосые, кхасы называются. А кто знает, как вот черные люди называются, черной кожей? Черной кожей. Есть же такие, да? Не называют. Ну, да, ну, как именно санскрите, кто знает? Ну, не будем голову забивать вам, потому что просто знайте, что все это обозначено. Просто знайте, хорошо? А то вы потом будете санскритскими словами на них говорить, а потом. Ладно. И вот, Бавиши Пуран, вы помнили, да, в чем его особенность? То, что очень точно было предсказано, да, пришествие Магомета, пророка Мухаммеда, было предсказано тоже Бавиши Пураном. Во всяком случае, я точно знаю, что есть один стих, посвящен пророку Мухаммеду, что вот в аравийских землях придет вот такой вот, ну, как там написано, безграмотный, безобразование, что ли, человек. Не то, что безграмотный, безобразование, человек, и он даст вот послание, он будет посланником Божьим. Он даст послание от самого Господа людям. И я вам хочу сказать, что хотя к Хасам сейчас много, да, вот, допустим, их много, но не факт, что именно эти люди, они будут большинство представлять в будущем. Потому что сейчас, вот, предстоят такие события на этой планете, что никто не может предсказать, вот, что будет, ну, численность, во всяком случае. Она такая, очень относительная вещь. И вот, видите, вот, в отличие от других писаний и пророчеств веды, они постоянно доказывают свой авторитет. То есть, нету промаха, понимаете? Нету промаха. И в самом конце мы сегодняшней встречи, мы с вами тоже вернемся к каким-то предсказаниям ведическим тоже. Вот, но, давайте я сейчас перейду к тому, какие существуют научные прогнозы конца света. Вот, которые сегодня существуют. Научные прогнозы или то, что существует у человечества сегодня, в руках человечества. Вот, и после этого мы опять вернемся к пророчеству. Посмотрите, мы немножечко будем перескакивать. В этом смысл определенный, чтобы нам лучше увидеть картинку. Вы понимаете, да, я так делаю, как бы, не надеюсь на какой-то эффект от нашей беседы. И так, современное человечество тоже желает заглянуть в будущее. И есть ученые, которые взяли на себя роль провидцев. То есть, мы, наука сейчас во главе планеты всей. Так же, то, что ученые скажут, то мы и будем делать. Так вот, и есть ученые, и есть околоученые. Всякие люди, которых ученые не принимают в свою когорту. Знаете, вот, тоже такие, которые паранормальными явлениями занимаются. Я бы, например, честно говоря, так бы не делал, не разграничивал. Тем не менее, вот такое разграничение существует на сегодняшний день. И вот я вам расскажу, вот некоторые просто, я выписал, некоторые предсказания у ученых, которые смотрят на сегодняшнюю ситуацию. Первое, с чем вы знаете, вы многие вещи узнаете. Первое, это, вы слышите, да, это предсказывают взрыв супервулкана, да, в Северной Америке. Или его называют Еулустонская мина, да, Еулустонская мина. Слышите, да, такого? Наверняка слышали. Вот. И вот прямо в сердце Северной Америки находится вот этот парк, Еулустонский парк. И в этом парке американцы все годы любили резвиться в термальных источниках. Они плавали. Это очень-очень здорово. Знаете, можно зимой приехать и поплавать в горячем острове. У нас на Кавказе такие есть. Я вас приглашаю. Вот я сейчас зимой, мы едем, мы едем купаться. Вот тоже. У нас постоянная экспедиция. Мы сейчас поедем, будем в термальных источниках купаться. И так далее. Ну, в общем, и в чем заключается идея, что есть просто вулканы, да, есть просто вулканы. Ну, это, знаете, какой-то такой прыщ такой, знаете, он пар выпускает из глубин Земли. То есть это, ну, оттуда лава выходит, это прямо из сердца Земли. А есть супервулканы. Вот. И они взрываются, как котел, знаете, во все стороны. Если вот простой вулкан, он просто так взрывается, да, а супервулкан, он вот так вот, ба-бах, и все, понимаете, все разлетается во все стороны. И сила взрыва таких супервулканов, она превосходит в тысячи и миллионы раз силу взрыва там самой, ну, богатой ядерной бомбы. Ну, чтобы вы поняли, да, вот так вот. И ученые-вулканологи предполагают, что этот супервулкан гравыхнет в 12-16 году. И ученые так вот серьезно к этому подходят и обеспокоены. Они обеспокоили правительство Америки. Вот. Надо отдать им должное, предотвратить они этого не могут. Вот. Но, как вот пишет Говард Хаксли, что американская элита готовится к этому событию и отправляется в Либерию. Это такая западная Африка. Вот. И строят там уже аэропорты, жилища. Ну, якобы спасаться от этого супервулкана. Но есть разные предсказания. Вот есть предсказания, допустим, Саи-Бабы. Вы наверняка слышали эту личность, да? Уникальный человек. Он родился на плане, о нем вся планета знает. Саи-Баба. Вот. В любой стране, в любой деревне спроси Саи-Баба. Все знают, да? Саи-Баба. То есть явно этому человеку сопутствует, что слава. Правильно? Видимо, он необычный человек. И он тоже претендует на предсказательную роль. То есть у него есть этот дар. Он претендует его. И он предсказывает, что уже в конце этого месяца этой планете наступит каюк. Ну, почитайте. Это выложено в интернете. Я как бы не то, что... Ну, как вам сказать? Я думаю, что он вообще такую картинку нарисовал. Ну, что называется, вот от души. А вот и отцам выжили. Там вообще не написано по импору. Ну, он не претендует, наверное, тоже к тому, что он бог по определению. И боги, они не умирают. Это они вечны. А ну, как сайте? Ну, просто наберите Саи-Баба предсказание и прямо увидите. Ну, это к слову. Ну, что там, типа, ну, как бы сказать, ну, в этом месте будет такой цвет. Он там географию описывает, географию. Не в этом, да. Правильно. Вы читали, да? Я думаю, чтобы вот к слову, чтобы не просто это как бы пустые слова были. Вы сказали, что вот в этом месяце, да? В этом месяце, да. И в конце этого месяца он предсказывает конец света, но... Но он в сайте. Ну, это сайт, это просто, вот я же говорю, Саи-Баба, вот наберите. Я не знаю, какой он в сайте. Вот. Я просто вам хочу сказать, что, может быть, он и прав. Может быть, он и прав. Ну, допустим. Детям не слышим. Я вот общаюсь с людьми, как бы, да? То есть, они, как бы сказать, они там ездят к Саи-Бабе, они собираются на Новый год, и вообще такой информации нет, да? Нет, да. То есть, чтобы как бы, ну, говорить людям, люди, как бы, он всегда слышит, да? То есть, чтобы не было вот этих пустых слов, а... Не, ну, сейчас как-то спорить как-то нет смысла, потому что сейчас, как бы, он бессмысленный спор, понимаете? Здесь я, как бы, я не придумал. Если бы не было бессмысленного спора, для этого не нужно говорить, ну, бессмысленной информацией. Ну, хорошо. Понимаете, здесь, чтобы что-то утверждать, вот у нас нет интернета, вот наберите, да, вот интернет, сейчас немного не можете, да? Ну, просто, как бы, это не очень прилично, знаете, вот, поверьте мне, вы придете и разговариваете. Пойдете вы сейчас вот домой, вы разочаруетесь в том, что вы сейчас говорили, потому что Саи Баба действительно в конце этого месяца предсказал, и я, честно говоря, отношусь к его высказываниям очень серьезно, в отличие от того, что ваши знакомые, которые ездят к Саи Бабе, вот. И я сейчас буду доказывать это положение Саи Бабы, понимаете? Вы можете сказать, что это за чувак такой, звенитый, которого я даже ни разу не слышала? Ну, может быть, вам и не надо, знаете, ну, может быть, вам и не надо, знаете, Ну, так важно это знать, я просто вам буду рассказывать дальше. Вы не торопитесь, знаете, я еще раз, я помню, тебе в начале мы говорили, что вот наша беседа не для обывателей. Я вас очень хочу вот прямо настроить на то, что речь идет, нужно очень много с чего совместить. То есть пока вот просто слушайте, потому что, ну, действительно может вызвать что-то там такое, ну, там, типа я, вы можете подумать, но я там что-то знаю. Но еще раз говорю, мы говорим о будущем, и я, например, не претендую на знание о будущем, честно вам скажу. Вот, я претендую только на позицию, на свою личную позицию, вот и все. А сейчас мы говорим о знании. Итак, и так, почему Саи Баба может быть оказаться очень правым? Смотрите, что сейчас происходит в Европе, на границе Франции и Швейцарии. Нашлись такие, ну, я буду своими словами назвать, извините, тоже моя позиция, она как бы не должна скрываться. Нашлись такие ученые, которые, вот, вдохновили правительство, представляете, много денег положили в так называемый большой адронный коллайдер. Вот, и вот, что самое интересное, что они его запускают постоянно, он выключается у них, они его опять запускают. Они очень настойчивые такие в своих изысканиях, эти ученые, и они хотят, в общем, получить, так называют, они гоняются за такую, они назвали это частичка, ну, в общем, бозон, бозон Хиггса. Ну, это так называют, по имени ученого, видимо, это, как называют, частица Бога, они ее переводят, частица Бога. Они хотят, они на глубине, там, 100 метров, прорыли тоннель, там, 27 километров, там, положили трубы, и разгоняют протоны, там, протоны, и хотят вот это вот бозоны, бозоны Хиггса получить, понимаете, или по-русски это частичка Бога. Ну, очевидно, речь идет об антиматериальной частице, вот, и, знаете, у меня больше слов, чем чудики, вот, нету, понимаете, не потому, что я хочу кого-то обидеть, или там, или как-то там, вы знаете, вот, ну, мне очень жаль, что сегодня, вот, человечество так одурачено. И это вот предсказания Кали-Юги, они, видимо, все-таки, они действительно так, что утрачивается здравый смысл. Вот мы читали, сейчас, да, утрачивается здравый смысл, что больше, ну, так официально говорят, больше 10 миллиардов евро вложено в этот проект, чтобы это, ну, вот, представляете, прорыть. Вот. Пало того, что вот эту вот энергию, ядерную энергию, или там вот, я не знаю, как хотите, называйте, вот, все эти вот, физика, вот этих вот элементарных частиц, там, и как хотите назвать, она, в принципе, не разработана человечеством. То, что ученые сегодня, я со многими разговаривал вот этими физиками, термоядерщиками и все прочее, вот, и я вам скажу, что вот мое впечатление такое, что они не знают, что они делают. Ну, честно скажу, вот уверенностью они не знают, более того, и вот эти вот академики, которые затеяли весь этот вот проект, они хотят получить черную дыру, понимаете, из которой начнется твориться Вселенная. Что это за черная дыра? Возможно, это будет какой-то сумасшедший взрыв, который разнесет эту планету, понимаете? Ну, может, не планету, но хотя бы часть Европы. Вот, и, конечно, уже это, уже будет впечатление для всех, да. Вот, но поверьте мне, на сегодняшний день я хочу просто снять радужные розовые очки, вот, с глаз, вот, своих, в частности, и людей. Никто еще не умеет управлять ядерной энергией. И пример тому простой. Чернобыль. Чернобыльская авария. Вот. Люди создают сейчас ядерные, вот эти вот, как их называют, атомные электростанции, да, закладывают их на 50 лет, ну, а последствия после этого, после этой работы, тысячи лет. Тоже те же ученики. Ну, какой разум? Какой разум у человечества сейчас может происходить, если на 50 лет работает, да? То есть нам так нужна энергия на 50 лет и тысячи лет. Что? Потому что, оказывается, от этого реактора еще от отходы, понимаете? И отходы никто из вас не захочется покопать в своем саду, понимаете? Никто не захочет. И даже если вы придете к тем политикам, которые принимают решение о том, чтобы ядерную промышленность развивать, и скажут, пожалуйста, вот, дорогие, уважаемые члены федерального собрания, вы проголосовали за это вот развитие, да, вот такой вот стратегик. Давайте мы отходики будем в ваших дворах, вот это, потому что, ну, надо же, вот Чернобыль, вот его, ну, не знаю, никто не может справиться, этот саркофаг, он разрушается, понимаете? Причем и денег, ни у кого даже, вот, мозгов не хватает, как это вот все вот удержать? Это просто огромная проблема на планете, реально существует. И вот такое вот мы живем состояние человечества, понимаете? И вот сейчас Адрон Николай, очередной. Поэтому кто его знает? Может, к Саибабе мы полетим, мы уже вот так, понимаете? И вот, может, мы долетим до него, ну, и, как вы знаете, может, Индия останется там еще какое-то время. Я не знаю, я не могу, я не могу заглянуть в будущее. Тем не менее, вот реальность сегодняшнего дня такова. Ну, мне нравится идея ученых НАСА. НАСА, вы знаете, такая организация, это космос изучает. Люди, в принципе, очень благородная тема изучать космос. И это, ну, достойно человека заглядывать вот туда, ну, на звезды и так далее. И вот они очень красивую теорию, которая мне больше всего нравится, они выдвигают. Я очень искренне с вами говорю. Вы привыкли не верить всем. Вот девушка смотрит на меня. Как тебе зовут? Скажи, пожалуйста. Лейсан. 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 Потрясающе. Я... Просто я думала, как бы, слушать о вам будущем, да? Почему это происходит, допустим, на планете, да? То есть, нет. Вот мы сейчас к этому придем. Ну, я уступаю, поэтому. Это очень хорошо. Потому что вы пришли, прежде всего, вот, положить ухо на алтарь терпения, понимаете? Потому что не так просто, вот, у вас есть, у вас есть, да, один вопрос, а у других другие вопросы, возможно, будут. И я постараюсь, вот, я постараюсь, чтобы у вас, ну, тоже вы довольны остались. Хорошо? Тем не менее, я хочу об ученых НАСА сказать, о их теории. Они говорят о том, что в будущем они предсказывают, что, они даже называют дату, что 22 сентября 2012 года, вот, произойдет вспышка, огромная вспышка на Солнце. Ну, знаете, Солнце, оно такие вспышки такие рождает. И вот эта вспышка, она, так сказать, приведет к очень большим электромагнитным колебаниям во Вселенной. Эти электромагнитные колебания, они выведут из строя, через некоторое время, пока они, ну, до нас дойдут, они выведут из строя все трансформаторы на этой планете. Трансформаторы, понимаете? Ну, вот даже вот, есть такие вот, в наших вот камерах есть такие вот, трансформируют, знаете, вот, электричество. И в каждом электроприборе, в принципе, есть вот такие штучки. Вот в телефонах. И что вы думаете, в результате этого произойдет на Земле, то есть, вот, энергетический коллапс, коллапс, который, в общем-то, ну, трудно будет восстановить сразу, согласитесь. И, представьте себе, не будет связи, нечем будет заправить, ну, в принципе, может, бензин и останется там в заправочной станции, но только вот так вот, знаете, может быть, таким образом. Ну, в общем, что-то типа такого. Но машины тоже выйдут из строя, потому что очень много электроники, вот, ну, управление двигателем, знаете, вот, все эти процессы, медиа. Поэтому, и они, что интересно, они ссылаются на события 1859 года, когда была подобная вспышка, но на Земле не было еще так много трансформаторов, и человечество еще не зависело так глобально от электричества, как сейчас. Да. Вот, представьте сейчас, вот, если вот все выключается, выключается, свет везде, свет, и мы сейчас выходим на улицу, все машины стоят, они уже даже не сигналят, потому что, вот, и не включаются их фары, да, вот, все потухло, да, поверьте, метро тоже не ходит, понимаете, ну, отключится, вот, просто будет вырубаться все. Причем скорость происшествия, это буквально, вот, пока человечество узнает от спутников, вот, это придет сигнал, вот, да, ну, может быть, там, 15 минут, вот, они говорят, от 15 до 45 минут. Вся эта вот ситуация будет развиваться. И за это время, даже если нам успеют объявить, вот здесь, в этой комнате, а кто нам объявит, в принципе, никто, ну, может быть, да даже и в вашем компьютере, навряд ли это там услышано. То есть, нам никто не объявит уже, и я просто хочу, что я вам рисую картинку, дорогие друзья мои, потому что мы иногда слушаем информацию, мы не понимаем, о чем идет речь. То есть, нужно очень быть таким, очень аккуратным в этом смысле. И так, ну, это вот такое воззрение ученых. Также они говорят очень серьезно об угрозе падения крупного астероида. Астероида. Они прогнозируют падение этого астероида в 29-м году. Вы знаете, об этом тоже очень можно долго рассказывать. Я не буду, наверное, сейчас уже подробно на этом останавливаться, иначе у нас много времени на это уходит, действительно. Вот. И много также, понимаете, если большой астероид будет проходить вот недалеко от Земли, там, допустим, как они говорят, 34 тысячи километров от Земли, то это недалеко, или там 100 тысяч даже километров от Земли, это тоже недалеко. И, ну, говорит, вот, ну, опять же, что могут эти вот астрономы наши? Понимаете, рассчитать все это, ну, очень трудно, ну, с какой-то точностью. Они говорят 3-4 тысячи, а что такое 3-4 тысячи в космосе? Это, ну, так, знаете, как человеческий волос, там, ну, что это такое 3-4 тысячи? То есть, но история знает такие вот вещи, и астрономы знают, когда астероиды все-таки врезаются в планеты. И такие явления наблюдают, когда вот какие-то такие вот летающие штуки, они, вот, космические тела врезаются в другие планеты. Но что интересно, что ведическая концепция, да, ведическая концепция очень подробно описывает эти все вещи. То есть, вы знаете, наверное, кто-то слышал о таких планетах, как Ракху, Кету, да? Слышали наверняка. Но сами эти вот планеты, или вот кометы, как хотите, называйте, вот, они живые существа. То есть, это вот как Мать-Земля, да, вот, на которой мы живем, она, вот, в ведической концепции, она живое существо. Как вот вы живые, да, все, так точно и кометы эти. То есть, если они летят, то они знают, зачем они летят. Ну, в общем, вот такая история, понимаете? Не буду больше углубляться в это. Итак, но прогнозы исследователей, то есть, околонаучных людей, вот, они говорят о том, вот, я знаю, вот, Сид, чем-то такой вот интересный тоже парень, он такую большую книжку написал, о планету Нибиру, может, тоже слышали такое, да? Он говорит, что встреча будет с инопланетной цивилизацией, вот, она происходит один раз в 3600 лет, вот, и он, у него книжка такая называется, генезис пересмотрен, и космический, генезис пересмотрен, вот, и вот космический, и космический код, и он рассказывает, как вот с этой Нибиру, вот, пришли к нам такие аннунаки. Ну, понимаете, я, честно говоря, вот не очень большой специалист в его, так сказать, названиях, тем не менее, книжка такая толстая, и он говорит о том, что 450 тысяч лет назад вот эти аннунаки, они прибыли, вот, и создали людей. Но сама эта идея соответствует Бавиши Пуране, почему я упоминаю здесь вот эту книгу, я не претендую, это надо изучить более подробно, сейчас вот мы просто общее впечатление складываем. Но в Бавиши Пуране это время соответствует приходу Адама и Евы, ну, то, что называется первые люди. На самом деле, Адам и Ева, согласно Бавиши Пуранам, не были первыми людьми на земле, они возникли в результате неудачного жертвоприношения. Неудачно. То есть это, так сказать, описанная, известная вещь, и поскольку люди появились такие, не с очень такими высокими качествами, так сказать, жрецы были разочарованы, и у них возникла проблема, куда их поселить, вот этого Адама и Еву, понимаете. И где бы им выделить место? Ну, они нашли вот этот сад, ну, который вы уже читали о нем, наверное, слышали, и вот они поселили их вот на этой планете, в общем-то, ну, таким образом как-то им надо было тоже. Они живые существа, каждому, значит, есть место. Ну, и Адам, значит, начал существовать здесь вот, и какое-то, ну, видимо, все-таки поколение от него, вот мы тоже с вами оказались в этом числе. Итак, есть еще очень много всяких прогнозов, исследователей. Прогнозы, они отличаются от предсказаний, потому что прогнозы, это просто, как вот Павел Глоба сегодня, я вот смотрел его, он говорит, мы прогнозируем. Ну, астрология, она заложена, да, для прогноза, но высший пилотаж астролога, это видеть будущее, видеть. То есть, в седьмом поколении, говорится, астролог, это верно, это говорит, он уже полностью видит будущее. То есть, у него вот это ясновидение, оно, ну, полностью, что ли, расцветает. То есть, если вот в течение семи лет человек это формирует у себя, то у него это происходит. Итак, это что касается прогнозов исследователей. Вот также исследователи говорят о пророчествах Майя. Это вы наверняка слышали, да? Майя очень, вот это 12-й год, откуда это возникло, что 22-го декабря 12-го года Майя пророчат, что наступит эпоха Пятого Солнца. И возможны катастрофы глобального характера. 23-го декабря. Вот такая вот идея. И магнитосфера Земли, возможно, изменится, и не зайдет Бог Балон-Акте. Вот так вот пророчества. Так вот названия звучат в пророчествах Майя. Я вам хочу сказать, когда я начал разбираться в этих пророчествах, и уже начал, так сказать, изучать все, что доступно ученым на сегодняшний день, я понял одно, что такого полного понимания этих пророчеств у ученых не существует. То есть что-то вот выбрали, что-то очень очевидно наверняка. Но вот полного понимания вот этого календаря Майя, даже в сегодняшний день, этот календарь, он в себе соединяет три эпохи. Три календаря Майя. По сути дела, на него же опираются ученые. Или исследователь, как мы говорим. И вот в результате вот этих всех катаклизмов у человека откроются новые способности. Произойдет смена мировоззрения. И Майя, и Майя, вот эти вот все вот альмеки так называемые, они ушли за 500 лет до конки Ситадоров. Они, зная об этом конце, чтобы не видеть этого ужаса, они скрылись. Они порталами, такими связями, знаете, вот такие тоннели такие есть в космосе. Вот они ими пользовались. И якобы вот они, зная это все, они ушли. Альмеки. И эти вот пирамиды Майя, вот Тео, Теокан, очень такие известные, хранят вот эти кодексы этих Майя, но расшифровать их не могут до конца. То есть, если быть правдивыми, то есть... Это нужно такой менталитет, знаете, немножечко очень широкий. И, видимо, современным людям это не под силу. Египетские пирамиды, они свидетельствуют о том, что современная цивилизация заканчивается в 2001-м, мы уже говорили, году. Но очень интересное сообщение астрологов из разных уголков земного шара. Есть такой замечательный астролог, вот он в Москву приезжал несколько лет назад, но несколько раз приезжал. Его зовут Рамма. Он один из самых именитых астрологов вообще на планете на сегодняшний день. И мы уже с вами говорили, что астрология – это научная вещь. То есть разработали великие мудрецы. И это не какая-то там, знаете, как у нас говорят, там, я не знаю, магия какая-то. Ничего там, очень научное все. И вот он собрал всех астрологов самых крупных на планете. Сам он живет, вот этот Рамма, в Бангалоре. Он с ними связался, со своими коллегами, и попросил их составить астрологические прогнозы. И на фоне этих прогнозов составить книгу предсказаний, понимаете. И к всему общему удивлению, они все предсказали, что в начале 21 века грядут катастрофы, бедствия и войны. Очень интересно свидетельства, полученные под гипнозом в состоянии регрессии. Наверняка вы слышали такое, да? Этот метод, он очень красиво доказывает наличие реинкарнации. Если погружать в прошлое, человек может увидеть свои прошлые жизни. Но некоторые вот эти исследователи, они погружают этим методом регрессии, они погружают человека и просят его заглянуть в будущее. И те люди, которые, ну, в общем-то, соглашались на это, и они смотрели на будущее, вот из будущего хуже всего было их выводить. Как вот говорят все эти очевидцы. Вот. И поразительно схожие описания. Поразительно схожие описания. Сосрога? Вот у этих людей, которые были в регрессии в будущем, многие видели страшные бедствия, поражающие воображение перемены. Находясь в состоянии транса, я видел, я приходил к этим людям, которые занимаются регрессией в будущем, это таким, регрессией или разные виды гипноза тоже можно отправить в это. И я как-то, ну, еще будучи студентом, вот наш профессор Коваленко, у нас на кафедре был в Ростовском Ордене Дружбы Народов в Медицинском университете, но не так важно. Он обладал этим даром гипноза, и он на кружке для студентов, он так вот все это нас обучал этим вещам. И вот так вот мы тоже погружали в будущее. Это было очень интересно. Они в трансе люди находятся в этот момент. И вот эти тоже пациенты, которые изучались этими людьми, они в состоянии транса утверждали, что никто не сможет выжить. Представляете, вот они вот их видели, они в ужасе в таком были. Никто не сможет выжить. А те, кому это удастся, будут так изолировано жить, ну и так далее. Очень простой жизнью будут жить. Вот интересно тоже я вот такого нашел исследователя. Это так называемый психомантиум доктора Реймонда Моуди. Это один из первых авторов, который я вообще, вот когда я начал думать о реинкарнации, вот Моуди, он один из первых. Но он разработал вот этот психомантиум. Это у него такой метод. Очень интересный. Метод предсказаний, основанный на темной комнате, смонтированной в стену зеркалами. То есть в зеркальном пространстве, да, вот, он начал экспериментировать. Зеркала, вы знаете, это необычная вещь, да? Это всегда... Типа зеркало козырева. А? Типа зеркало козырева. Да. Наверняка вы слышали, но зеркало, вот, оно двоякую всегда носит такой характер. Вот. И с помощью зеркала можно очень сильно, так сказать, вот... В общем, разные моменты можно с зеркалами делать. Не будем на это останавливаться. Но так или иначе, в этой комнате люди начинали видеть будущее. Люди видели страшные бедствия, в которых страдали и погибали миллионы людей. После чего зародилась новая цивилизация. Ну, и, как говорится, думать о том, что это невозможно, тоже глупо, потому что даже, вот, говорят о том, что магнитные полюса Земли сейчас уже поменялись, да? То есть это уже факт. Они сдвинулись примерно на 200 километров. Магнитные полюса. Представляете? На 200 километров. Хоп! И сдвинулись. И это уже зарегистрировано. Но когда находят мамонтов, вот этих замерзших, да? И у них в желудке, в желудке у мамонта зеленая травка. Реально? А, замерзла. Очень быстро. Мамонт замерз быстро. Понимаете? Получилось. Он ел траву, не успел ее, так сказать, переварить, и замерз. То есть это очень... Вот, ну как, с точки зрения современного человека это кажется, что, ну, вроде должны полюса поменялись очень быстро. То есть планета, она может изменить действительно свое положение. И это нас настраивает на мысль о том, что такие вот перемены климата, молниеносные, они возможны. Они возможны. Так? Промыческие сны. Очень интересная тоже такая вещь, которая доказывает проблемы будущего. Вот. И исследования сновидений. Ну, кто-то наверняка к ним не очень серьезно относится. Ну, вот. Есть такая исследовательница, Чет Шоу. Вот ее книжка, она действительно поражает. А я не знаю, она на русский, наверное, не переведена, но тем не менее. Она анализировала массовые сновидения у разных людей, разных культур, языковых различий, ну, в общем, и больших расстояний. И вот эти вот пророческие сны, они все говорят о событиях глобального масштаба. Также к пророчествам таким можно отнести и предостережение Девы Марии. Сотням тысяч людей являлась Дева Мария. Если вы не видели, вы не думаете, что этого нет. Я лично встречался, я сам не видел это, вот, ну, саму Деву Марии, но я видел людей, вот, которые видели это все целыми селениями во Франции. И мне рассказывали, что мы вот видели Деву Марию, понимаете? Поэтому я как-то к этому серьезно отношусь, я как бы не сбрасываю это со счетов, вот, поэтому давайте смотреть широко на вещи. И вот что она делает, Дева Мария? Она обращается к людям с простым, постоянно, но настойчивым посланием. Она говорит, что мир будет спасен. Смотрите, как она обращается. Если люди изменят свою жизнь, представляете, какая просьба простая? Изменить жизнь надо. Покаяться, обратяться к Богу. Смотрите, как просто. Ну, и во второй части ее послания обычно она говорит о том, что если человечество такой вот путь не выберет, и человеческие грехи увеличатся, то в самое ближайшее время будут происходить вот такие же глобальные катастрофы. И вот я вот все-таки, знаете, как поступим? Вот так, наверное. Я перейду к ведическим пророчествам. Сейчас мы будем постепенно проходить к ведическим пророчествам. И в доказании этих пророчеств, которые я буду в конце говорить, в конце, я немножко, я знаю, что их вообще много, вот мало кто перенесет, даже в этой аудитории, понимаете? Но я буду, я чуть-чуть скажу об этом. Но сейчас мы будем к ним подходить. Аккуратнее. Я вас просто, ну, чтоб никто не впал в шок и все прочее. Потому что, вот еще раз говорю, мы чисто научно еще раз говорим. И вот веды, веды, в частности, Махабхара там. В Махабхарате есть такое предсказание, что если за короткий срок на небе случится два затмения, ждите неблагоприятных событий. Вот. И мы видели, что парад вот семи планет, вот, это, это очень мощный признак катастроф. Самый мощный. Потому что, после первого парада планет, вы знаете, произошла битва на Куракшетре, где погибло шестьсот сорок, смотрите, я не ошибаюсь сейчас, вы можете это вот прочесть, шестьсот сорок миллионов человек за восемнадцать дней. Видите? За восемнадцать дней погибло такое количество населения земли. Вот. И, ну, это невероятно, но тем не менее, вот, я знаю, что проводятся раскопки на этом месте Куракшетре, да, и прямо находят все, вот это находят, и останки, и вот, так это пять тысяч лет назад прошло, и это подтверждается раскопками. Понимаете? То есть, я не знаю, у меня в интернете как-то, мне прислали даже фотографии с этих раскопок, и я смотрел там, совершенно удивительно, ну, там люди побольше были, там, у них руки побольше, кости побольше, но все это находится, это только подтверждает все это. И так, и современные астрологи, они предсказали двойные затмения в 2000 году. Ну, все это произошло. Ну, вот, в описании, в описании жизненных циклов, в санскрите, в санскрите, санскрит, это на котором написаны веды, язык, да, вот, используется слово пралая, пралая это санскритское слово, поняли, да? То есть, или время разрушения, или уход, прекращение существования. И обычно этот период выпадает на стыки двух манвантар, или еще на русский слепей, великих жизненных циклов. И веды описывают различные ситуации, сопутствующие пралая. И в наше время мы становимся свидетелями вот таких вот некоторых явлений, которые описаны в ведах, которые косвенно указывают на пралая. Первое. Парниковый эффект, друзья мои. Я вам хочу сказать, кто-то вот сейчас, может, слушал по телевизору, и там говорят, да нет никакого парникового эффекта. Ну, так вот, знаете, как бы, ну, чтобы не было в панике. Понимаете, но ученый человек или эксперт, он должен обязательно отличать, что он должен отличать? Он должен отличать пропаганду от истинного знания. Понимаете? Есть пропаганда. Понимаете? Я хочу, чтобы вы тоже были в этом пониманием. Понимаете? Есть пропаганда. То есть, 50 лет говорили о потеплении, а сейчас говорят о том, что, ну, прямо по первому каналу крутили. Мы же смотрели, да? Я не знаю. Целая такая передача была, говорили, тоже ученые выступают, говорили, да нет никакого потепления, нет никакого парникового эффекта. Вот, поэтому, но так или иначе, ученые отмечают, что последние 50-60 лет планета нагревается. Это очень серьезная угроза сама по себе. Вот, приводит к таянию ледников, вы знаете, да? И так далее. И повышение уровня мирового океана. Ну, это вот самые простые выводы, которые можно из этого сделать. Озоновые дыры. Это я перечисляю с вам косвенные признаки пролая. Вы поняли, да? Сейчас все очень, как бы у нас все идет по с точек, ну, как сказать, ну, шахматным порядком. Мы логику не хотим терять. И озоновые дыры, вот, газеты пестрят. Озон убивает не только уже под Южным полюсом. Дело в том, что озон, он защищает нас от таких смертельных солнечных лучей, понимаете? Они, в принципе, Солнце, оно их дает жизнь и забирает ее. Солнце очень могущественно. Вот. Вы заметили, люди к старости, они, что? Их глаза плохо видят. Согласны, да, к старости? А кто забирает зрение? Вот, Веду тоже описывает. Забирает зрение, солнышко забирает. Вот, тот свет, который, с помощью которого мы видим, оно же и забирает. Это наше зрение. Итак, вот, ядерная война, следующая, вот, предвестник про Лаи. Это тоже очень важная вещь. Вот. Вы знаете, что реально, вот, было уже такое противостояние. Вот, Третья мировая война, вот, могла разыграться в какое-то время, да, между США. Там, вот, помните, на Кубе эти все были ракеты размещены из России, с боеголовками. И Россия тоже была, вот, вступиться за Кубу готова, да, и атаковать США. То есть, на Кубе разместили эти ракеты. Вот. И сегодня ситуация стала лучше, кто знает. Стала лучше. Нет, не стало ракет вот на этой земле. Или что? Или более такие мощные военные пришли, которые, вот, ну, вообще контролируют ситуацию. Кто-нибудь из вас может сказать, что вообще все под контролем? Что эти ракеты? Навряд ли вы такое скажете, да? Поэтому это очень серьезный тоже такой аргумент, понимаете? Наличие ядерного оружия на этой планете. Это ядерное оружие очень несовершенное, которое сейчас создали люди. Они создали его по очень очень примитивным технологиям, которые, смотрите, очень трудоемки даже для целых государств и народов. Понимаете? Тем не менее, пойдя по этому пути взрывному и разработав эти вот виды энергии, ядерной энергии, человечество обрело это оружие. Вот. И ну, знаете, если дубина есть, да, то что? Малила. Она когда-то что? Ухнет. Дубинушка ухнет, да? Ухнет она все равно. И, честно говоря, когда будет развязана эта война, это вопрос только времени. Но это я говорю не для обывателей. Я не знаю, кто будет слушать эту лекцию, но вот для вас, вот я вам сейчас говорю, это не для обывателей вот эта информация, понимаете? Это не то, что пришли, там, вот мы семечки полоскать, вот послушали там Сергея Николаевича. Речь идет о совершенно уникальных вещах, понимаете? Поэтому здесь нужно вкладывать, ну, как бы разум, что ли, в таком варианте. Но, видите, в чем вопрос. Почему так? Потому что вот сейчас терроризм, да, очень сильно развивается. Терроризм, наверняка, служили фанатизм, вот это. Поэтому террористы, они тоже могут раздобыть это оружие. И ставки, что? Весьма высокие, потому что, ну, просто бряцнуть там такой ракетой, какой-нибудь булавой, захватить булаву, допустим, да? Ну, я не знаю, как это будет выглядеть, но если кому-то это удастся, то, пожалуйста, вот могут быть такие варианты. Очень много химического и бактериологического оружия на планете. Это оружие более дешевое по производству, вот. Они дешевле намного ядерного, но обладают огромной такой способностью поражения. Огромной способностью. Это смертельная эпидемия. Эпидемия. Эпидемия – это такая очень реальная вещь. Поверьте мне, вот грипп, да, вот вы видите, как люди… Грипп, вроде, казалось бы, ну, что там, простуда, но люди умирают от гриппа, и очень много, и смертность достаточно высокая. Поэтому я думаю, что вы с этим согласны, что это существует. Смещение полюсов, мы уже сказали, оно уже произошло на 200 километров, это установленный факт, магнитных полюсов, но никто не знает, что будет дальше, может быть, пойдут и что? И географические полюса вслед за этим. Это, понимаете, люди выкачивают нефть, сейчас просто варварские, просто всегда, нефть, давай, если есть нефть, давай ее качать. Веды очень четко описывают, что такое нефть. Нефть – это кровь Земли, но она существует, она в полостях Земли находится, и она существует специально, знаете, чтобы эта планета находилась на орбите, чтобы она не сместилась, с орбиты не ушла. То есть, она в космосе определенное положение должна занимать. Ну, это как каждый из нас, он все равно какое-то у него есть пространство, да, так и у Земли, в матушке Земли есть такое пространство. И вот эта вот жидкость, жидкость внутренняя, вот эта вот нефть, да, она специально для этого создана. То есть, выкачивая эту нефть, мы очень сильно нарушаем баланс, вот этот вот, баланс, гравитационный баланс. И Земля становится нестабильной на своей орбите, понимаете, нестабильной. но это вот как минимум. Я вам очень минимальный, у меня мало времени, я вам даю очень минимальные объяснения, вот, потому что, навряд ли, у нас будет больше времени еще дальше. Ладно. Ну, вот о кометах мы с вами уже говорили, да, о кометах. Кометы мы с вами договорились, что это живые существа. Ну, я вам честно скажу, комету не испугать ядерной пушкой. Кометы, я вам еще больше секрет открою, они призваны, призваны, ну, самим творцом, творением, оказывать влияние на наше сознание. То есть, они могут вызвать очень сильный эмоциональный стресс. Реально. Потому что, эмоциональный эффект, если вот эта земля, так сказать, быстро что-то там изменится, то это, вот, взять только Тунгусский, да, вот, метеорит, как его называют, или вот эта Тунгусская история, она до сих пор не открыта, ну, как, не открыта для непосвященных, для посвященных это открытая вещь, вот, но, тем не менее, это впечатляет до сих пор, вот, оно в начале прошлого века произошло, вы знаете, это эффект такой. Его приписывают Тесле, да, что Никола Тесла произвел такой, ну, взрыв, вот, такой шаровой молнии, шаровой молнии. Ну, одним словом, вполне реальная версия, вполне реальная версия. Контакты с другими мирами. Это тоже предвестники про Лаи, потому что, чем больше вот таких вот контактов, тем больше, ну, это показатель, это показатель. И сообщений об этом вторжении извне очень много, вы знаете, да, и в умах людей эта тема наиболее противоречива, вот, однако, древние ведические писания подтверждают о том, что факт существования неживых существ, он реален, понимаете, и для ученых, которые изучают веды, это не новость. НЛО, это только для ученых, современных, неопознанный объект, неопознанный. А в ведах описано 16 видов вимана-шастерей, 16 видов летательных аппаратов, каждый из которых делится еще на 16 видов, понимаете, то есть целая классификация лета, неопознанный, это значит, ну, вы ничего не понимаете, мы не опознаем, НЛО, мы ничего не понимаем, это современный ученый, но любой, кто сталкивался с вимана-шастерой, там деление это идет, знаете, по типу двигателя, и двигатели бывают разные, одни двигатели есть такие, которые заводятся с помощью просто мыслей, мыслей капитана, ну, вот, почитайте, короче говоря, я больше ничего не буду говорить об этом, и несмотря на вот такую вот навязчивую убежденность современных людей в продвинутости нашей цивилизации, есть такое, да, как вы думаете, такие вот ходят все, знаете, я фильм смотрел, 2012 год, так, они там ковчеги там забабахали, и все такое, ну, очень продвинуто так все выглядит, и вот, и вот, это действительно такая вот, ну, иллюзия, что ли, не знаю, я по-другому не могу назвать, но вы знаете, на самом деле, мы стали намного примитивнее сейчас, вот, наша цивилизация, так называемая, потому что мы напичканы с вами материализмом, напичканы, мы не проводим, так сказать, не способны заглянуть в суть явлений, потому что мы не видим другой составляющей, духовной составляющей в этом мире. Люди подменили Бога суррогатом и утеряли способность видеть божественное в жизни, и вот такую вот эту вот собственную связь с этой реальностью. Поэтому вот этот рассказ об НЛО, это особая тема, потому что люди, они так иногда думают, потом мне говорят, ну вот, Сергей Николаевич, вот до этого вы говорили так здорово, вот то, что вы в НЛО верите, это, ну, вы не серьезный человек. Но, понимаете, вопрос веры вообще не стоит здесь. Верят, это вот, ну, я не знаю, вера, это очень высокое понятие, а вот просто во что-то верить, там, лишь бы во что-то, это для чудиков. Правительства многих стран осведомлены об этих случаях, вот, о феномене пришествия инопланетян. Но они препятствуют, вы знаете, да, распространению этого знания. и сегодня некоторые, они признают свою неспособность держать руку на пульсе этого, понимаете, на пульсе этих случаев, потому что их становится все больше и больше, вот, и грядущие события для современных правительств, они просто непредсказуемы, по большому счету. И нужно признать, если вот так вот положить руку на сердце, что современные правительства и военные, они не способны защитить людей от вторжения инопланетян. И, в общем-то, материализация сознания, материализация сознания в обществе лишила способности людей адекватно воспринимать всю опасность сложившейся ситуации. Поэтому, вот, я на этом, наверное, закончу с предвестниками про лай, которые, вот сейчас уже происходят. И в этой связи, в этой связи, вот, духовная составляющая, духовная жизнь, наверное, это единственный способ выживания. Вот, сейчас мы пока это просто, как вот, такую аксиому, просто выносим. А потом, останется время, мы поговорим об этом побольше. Побольше. Итак, я, знаете, наверное, что все-таки? Я вам расскажу следующее. Ведические предсказания. Ведические. Ведические предсказания, мы переходим с вами к основной части, так сказать. И вот, основные концепты в развитии Кали-юги, то есть, они очень обширны. Я вам, есть такая книга Стивена Кнаппа, да, вот, Ведические предсказания, там очень подробно этот автор собрал эти предсказания. Я, вслед за ним, я даже не собираюсь повторять, вот, но, кое-что я хотел бы сегодня вам зачитать. И вот, знаете, что именно, вот, еще так же, вот, в предвестниках, в предвестниках я не назвал еще такой феномен, как клонирование. Сейчас люди очень сильно завязались на клонирование, согласны, да? Вот, но это отдельная тема, я боюсь, я могу об этом очень много рассказывать, потому что нужно понимать, для чего клонирование, в ведах тоже описано, описано клонирование, и в ведической культуре вообще очень этим, ну, широко пользовались, широко, но очень строго, по показаниям, по показаниям. Вот, сейчас, вот, попытки клонирования, которые сейчас производятся, вот, в человечестве, конечно, ну, в общем-то, достаточно опасный эксперимент, опасный. Об этом, это отдельный разрез, если хотите, мы будем говорить. Итак, мы переходим к предсказаниям вед, насчет калиюги, насчет калиюги, и мы с вами договорились, что концепты, давайте перечислим основные концепты, а потом их разберем. У вас есть еще силы слушать меня, дорогие друзья? Есть, да? Удивительно. Вы какие-то вообще непонятные вообще люди. Я потрясен, потому что я, наверное, вот уже, ну, час или больше, наверное, говорю. Итак, основные концепты. Вы будете записывать, или никто не записывает, вот, кто-то записывает. Удивительно. Это вообще просто потрясает. Итак, первый концепт, это падение морали. То есть, это концепты в предсказаниях. Понимаете, предсказаний много. Я просто хочу все суммировать немножечко так вот, чтобы вам легче вот такими какими-то вот сегментами это вот дать, эти предсказания. Итак, первое, это падение морали. Падение морали, это, мы поговорим сейчас об этом подробнее. Второе, я сейчас пока перечислю. Вот, это испорченность семейных отношений в результате. Третье, утрата здоровья, красоты интеллекта у людей, калиюги. Четвертое, это природные катаклизмы, засухи, состояние пищи, непитательная пища. Пятое, это социальные потрясения. Туда входят политические, криминальные, террористические. Все социальные потрясения. что туда это вот можно... и вырождение человечества. Туда входят техногенные катастрофы, загрязнения, там всякие вот, и окружающие среды, и все остальное. И вот, давайте мы начнем первое, с падения морали. С падения морали. Я вам просто зачитаю. Я уже чувствую, что все равно ваши силы на исходе. Вот. Но так или иначе, и я знаю, что вообще вот слушать это очень даже сложно. Вот. Так или иначе. Но, это веды предсказывают наше время с вами. Итак, в Кали-югу, веды говорят, будет усиливаться влияние гун страсти и невежества. И мы видим, да, на сегодняшний день, что именно эти гуны основные, да, я вам хочу сказать, на 70% невежества, вот в этом городе, а на 30% страсть. И вот я вам честно скажу, противостоять невежеству может только распространение истинного знания, другого пути. Вот невежество, это значит неведение, вы понимаете? Невидение, это обман, ну, это синонимы. Невежество, я вот в обмане нахожусь. Никому ж не нравится, когда обманывают, правильно? Ну, его. Когда он обманывает, это нормально, в принципе, да? А когда меня обманывают, это плохо. Я ж никогда не забуду, меня обманули, понимаете? Я ж это, для меня, да это самое больное. Никогда прощения не будет, даже если, там, в шутку, там, понимаете, не дай бог. А много называют, кинули, знаете, ну, в народе говорят, кинули, да? Кинули. Обман. В обмане никто не хочет, даже криминальные авторитеты не хотят. Они собираются на сходку и говорят, будем жить по правилам. По правилам. Все. Дальше не будет так, беззакония не будет. Не хотят они быть обманутыми. Даже они, они понимают необходимость в правилах. Правила, это уже определенный какой-то, уже такой уровень. Но, я говорю о распространении истинного знания. Это немножечко в другой сфере. Только это может противостоять невежеству. И вот мораль. Смотрите, как звучит это в ведах. Люди станут лживыми. Лживыми. Можем прокомментировать чуть-чуть. Сейчас вот куда ни возьми, вот газету открой журнал. Одна брехня. Брехня это неругательное слово. Это такое русское слово, да? Брехня. Ну, собака брешет, знаете, это оттуда пошло. Знаете, хозяин выходит, недавно, ты что, она ночью разлаилась. Вот, а он выходит, смотрит, значит, ага. А она просто испугалась и залаяла. И он говорит, ну, не бреши, да, так он говорит. То есть, это что-то такое вот неадекватное. И вот тут брехня. Вот везде брехня. и люди стоят, и такой вкус к этому сейчас. Люди становятся лживыми. И вот я иду утром, да, вот в Москве шел утром, в пять утра вышел, шел, мне куда-то надо было дойти до метро, что ли, еще что-то. Я смотрю, какая-то стоит вот, такой, знаете, ларек с газетами и очередь людей. Я говорю, пять утра в Москве, очередь людей. я сам это видел. Но у меня давно уже там не новости, а брехня. Ну, как бы я уже повесил, да? И люди стоят, они хотят купить. Брехню. А да, они деньги достали. Я посмотрел, еще думаю, ну надо же, думаю, зачем они стоят? Ну, что там продают? Я подошел, они покупают, а потом все в метро едут и читают. Я говорю, я взял, пошутил одному, сказал. Я говорю, ну что, брехню пишут? А он говорит, да, да, такая брехня. Смотрите, я вам говорю, что написано в ведах пять тысяч лет назад. Люди станут лживыми. Давайте это запомним. Поэтому, ну вы вот немножечко так услышите как бы ситуацию, да? Жадными станут люди. Второе. Гневливыми. и лишенными блеска. Интересный момент. Ну, и мы видим, что действительно, чтобы блеск навести, сейчас очень много кремов выпускают, да? Чтобы хоть как-то вот намазать это лицо, хоть так блестяло. Или маслом, там уж если крема нет, намазаться, да? А люди вспыльчивые, по любому поводу и без повода. Не дай бог там на работе кто-то наступит, да, не на ногу, или там, а не дай бог в метро наступят. Там я же разнесу, порву в клочья. Очень гневливые люди. Вы обращали внимание на это, нет? Вот просто маленькой искорки достаточно, чтобы человек завелся, чтобы он уже пришел вне себя. Правду веды написали пять тысяч лет назад. Ну, давайте просто, это пять тысяч лет назад написано, я просто для вас выписал, вот думаю, сейчас назову, вот ради того, чтобы, в результате бездуховности, смотрите, как пишется, распространяться нищета. Ну, если вы, конечно, москвичи и обусловлены этим городом, вы думаете, ну, такой город, такой он богат, им можно показаться. Ну, в действительности, если вы ездили по миру, да, ну, кто ездил по миру, все равно немножко кто-то ездил, да, вы можете увидеть, замечательно, что нищеты больше, нищета, и в этой стране ее очень много, нищета. Есть просто, в результате бездуховности, смотрите, как, диагноз уже сразу, бездуховность, нищета, равно. Болезни будут, дурные привычки, дурные привычки, я смотрю, все идут и курят. Вот из метро выходят, я стоял с одним человеком, так сказать, возле метро, и он мне спрашивал, а как бросить курить? Ну, совет, дай мне совету, бросить курить. Я говорю, смотри, феномен, феноменальная вещь. Вот давай, просто мы стоим возле выхода из метро, люди выходят. Это как кино. Я говорю, смотри, вот сколько выйдет людей, давай вот за две минуты, сколько с сигаретой выйдет, кто без сигареты. Вот на десять человек, семь выходят с сигаретой. Понимаете? Дурные привычки. Понимаете, я же не придумал, да вот смотрите, я читаю вам, мы просто, сквернословие так же. жизнь станет короткой, жизнь укорачивается. Понимаете, в России средняя продолжительность жизни какая, кто знает, скажите мне. 64 года, 63-64 года, да, это средняя продолжительность. Там, у женщин чуть больше, 68 лет, у мужчин 57, да, в общем, ну, средняя получается, 63 года. в Америке сколько? Ну, в Америке 84 года, такие данные, да? О, извините, в Америке нет, это в Японии 84 года, а в Америке 70 с чем-то, да, 73 пусть будет. Не так важно. Россия 63 года. В Древнем Риме продолжительность жизни была в среднем 60 лет. Вот, пожалуйста, Россия, процветающая страна, да, какая же она процветающая? Ну, там известно, от чего люди погибали так рано. Тогда не было заводов, ну, вот такой вот угрокармы, как сейчас. Парникового эффекта не было еще в тот момент. Но были свинцовые водопроводки, трубы. Трубы, помните, да, в Риме? Свинцовый водопровод. И римляне жили очень, ну, те люди, которые, они жили короткую жизнь. 60 лет. Свинцо, они отравливались свинцовыми трубами. Понимаете, да? Окей. Ну, ладно, сквернословие, да, мы с этого начали сегодня, да, вспомнили про сквернословие. Для людей очень легко сейчас вот говорить вот эти вот скверные слова. Ну, очень легко это говорят. Но никто не, даже не знает, что просто одно, просто такое слово сокращает жизнь человека. То есть, веды говорят, что просто обраненное, даже вот, ну, человек бывает идет и споткнулся и матом сразу, знаете, я вот, ну, как бы, иду с человеком, да, вот смотри, что же ты говоришь такое, чудак-человек, знаете, а он сразу, раз, там, покрыл, я не знаю, как бы он покрыл, ну, на самом деле, прана сгорает сразу, моментально, вот, именно от сквернословия сгорает прана. И человек, раз на неделю, и его жизнь сократилась. Вот ему отписано столько, да, а на неделю, хоп, один раз что-то сказал, выпая, да, вот смотрите, люди становятся сквернословами, жизнь станет короткой, ну, естественно, да, жизнь станет короткой, а тела людей хилыми станут, хилыми, распространится легкомыслие, легкомыслие, это значит, ну, я не отдаю себе отчетов в том, что я делаю, с кем иду, куда иду, чего иду, зачем оно мне надо, знаете, легкомыслие, легкомыслие, ну, все брехня, и нормально, и давайте танцевать, побольше шоу, побольше шоу. Появится много мошенников, живущих на обмане людей, люди погрязнут в воровстве, постепенно перестанут интересоваться чем-либо, кроме чувственных наслаждений, а именно еды, сна и секса. Разве не это сейчас происходит? Я вот прочитал сейчас, появится много мошенников, обманывающих людей. Мы уже привыкли, что, а в общем, ну, мне как-то, я ехал сюда, мне говорят, ты куда едешь? Я говорю, дай я в Москву еду. О, так это же лохотрон. Ну, понимаете, это лохотрон, Москва это лохотрон. Что такое лохотрон? Вот там лошад всех, лошад. Ну, видимо, это обманывают, ну, там. То есть, понимаете, о чем речь? То есть, в чем мы не узнаем себя, да? Мы же можем узнать по этому? Ну, и кроме чувственных наслаждений, действительно, это так. У людей будет отсутствовать милосердие. Смотрите, милосердие, оно утрачивается у современного общества. Сейчас, вот, мой сын, он в судебных, таких, учебных заведениях, вот, учится, ну, на суде, допустим, и он мне приносит, они постоянно там обучаются, и, как бы, они связаны с прокуратурой, и им приносят различные уголовные дела. И, знаете, вот просто, вот, не знаешь, что сказать, приходит, вот, так называемая, ювенильная преступность, да? Вот эта, подростковая, так сказать, преступность, очень распространена. Подростки очень, что, агрессивны, и, я вообще думаю, что там о милосердии каком-то, говорить, вообще не приходится. Потому что, там такие зверские убийства. Я, когда читал эти дела, ну, сын приносил домой, и я просто, он там готовился, а мне было интересно, я смотрю, просто, знаете, вот потом не спишь, короче говоря, ночью. Ну, неужели это возможно? Вот взять, просто издеваться на человека, на таким же сверстником, и просто замучить его, вот, заживо, замучить, и все. И он погибал, там все. А они ему, там, издевались над ним, и там все это описывается, ну, следственное дело, знаете, это все описывается. И таких, и таких дел, очень много. Если бы я с одним встретился, а он мне приносит каждый день, я говорю, слушай, да это с ума сойти можно. Смотрите, отсутствие милосердия, пять тысяч лет назад, ведальяса, он просмотрел, что будет в нашем обществе. Сильно нас заботит, да, чтобы где-то кого-то там изувечили. Давайте себя, вопрос себе задавать, вообще, на самом деле. Убийство в очреве станет обычным делом. Это в ведах написано, убийство в очреве станет обычным делом. Болезними и тоской. Я шел, из метро выходил, и смотрю, такие сидят, значит, девушка и два парня. Это какое-то такое молодежное течение. Они просто сидят, упали там, прямо на земле, ну, как в метро, знаете. Они такие, типа, хиппи, вот я не знаю, как их назвать, я не знаю, как они, но они как-то себя называют. И они, вот видно, они болезненные лица у них такие. И они живут, они бездомные люди, бездомные. И вот они вот так вот, они прям повалились друг на друга, и вот так вот лежат. И все проходят мимо. Все проходят мимо. И я иду тоже. Ну, роботы, роботы. Я чувствую, я робот. Я иду. И вот смотрю, эти люди лежат, полностью изнуренные болезнями и тоской. В их глазах тоска, на лице болезнь. И они будут уродливы. Эта девочка с ребенком сидит. Она где-то родила его там и с ребенком сидит. Эти два каких-то парня, совершенно молодые, но им 18 лет нет. Ну, я просто вам говорю к слову. Хилы будут, хилы, низки и ничтожны. Это слова изверт. Извините меня, пожалуйста. Низки и ничтожны. Они будут злые, свороливые, развратные, трусливые и бесстыдные. Обратите внимание, сейчас показывают, допустим, какие-то ночные клубы. Что там люди делают в этих ночных клубах? О каком распутстве и бесстыдстве там уже вообще речь не стоит. Это норма жизни. А слово словесть это ругательная вещь. На рынок придите. Я говорю, ну ты взвесишь мне по совести. А он, я просто шучу, я понимаю, что я на рынок пришел. Я вот здесь, московский, там стоят такие ребята серьезные все. Я говорю, ты мне взвесишь по совести? А он так на меня, ну да, по совести. Я говорю, ну ты так смотришь на меня, как будто я улыбался, говорю. Ну просто, понимаете, это уже даже никто не понимает, что такое. Люди станут безумно гордыми и будут и они себя противопоставят морали и принципам. Морали и принципам. Это тоже интересный момент. И вот я, когда изучал вот эти все постулаты, я понял, что где-то вот в период Ренессанса, ну вот возрождение науки, как называют, когда человек сказал, ну говорят, человек Ренессанса, он сказал, что я сам знаю, что мне хорошо. Понимаете? И он сказал, я знаю сам и я буду выбирать. Но человек по определению не знает, что для него хорошо и что для него плохо. Вот этот риторический вопрос, когда крошка-сын к отцу пришел, да, и спросила кроха, вот, почему человек не знает? Потому что он сам себя не сотворил. Понимаете? Кто может сказать, что он сам себя сотворил? Ну что вот он взял родился сам, сам все запланировал, сам все... Мы так не скажем. Но мы настолько ослеплены гордыней, что мы отрицаем принципы вот эти вот. Что есть Отец, Бог Отец, да, и есть Божья Матерь. Ну я не знаю, как вообще, не очень мне нравится это. Тем не менее, ну Божья Матерь такое есть понятие в человечестве сейчас современное. Ну я бы сказал, супруга Бога, вот так лучше, да, так лучше звучит. Вот, поэтому, видите, люди будут злы, сварливы, развратны, трусливы, бесстыдны. Вот, и они будут себя противопоставлять вот этим моральным принципам. Но эти принципы, они прописаны для нас. И везде, где бы Господь ни говорил, к нам не обращался, через Писание, Он везде говорит о принципах. Вся основная проповедь Иисуса Христа сводилась к чему? К принципам, да? К принципам. Мужчины станут хилыми и женоподобными. Это введа, говорится, это не то, что, вот, мы сейчас пять, мы читаем произведение, которое записано пять тысяч лет назад. Сексуальная ориентация смешается. Смотрите, семья, как ячейка общества, потеряет свое значение. Это я вам только сейчас аморальных устроев, перечислял, аморальных устроев. Но семья утратит свое, ну, вы видите, да, сейчас очень много появилось, прям парады геев, да, вот не просто там бы, ну, ладно бы геи, да, но они всегда были, эти люди, ну, в истории Земли, всегда были такие люди с, ну, с такой вот особой кармой, я бы сказал. но, сейчас это в парады выходит, то есть это парад, должен быть обязательно парад, и правители, они не понимают, в каком, как относиться к этим, ну, как это сделать, от меньшинства, сейчас, ну, как бы вообще люди сбиты с толку, по большому счету, и не знают, что происходит. Но, по сути дела, мы видим вырождение человечества. И уже церковь благословляет однополые браки, мы видим, да, в Европе. Реальность. Это я не придумал. Вот. И мне рассказывал один мой друг, итальянец. Когда я приехал к нему, в солнечную Италию, он не рассказывал о своем духовном опыте. Ну, просто вот такая была беседа, такая, знаете, и он говорил о том, что вот один раз он пришел, еще юношей, он пришел покаяться в церковь. Там католицизм в Италии, знаете, там очень мощно построено, вот это, в Риме, вот это, ну, основной собор Петра. Очень красивое все. И очень, действительно, это самое крупное сооружение на планете сегодня, да. Но не так важно. Важно то, что там Папа Римский живет, и это тоже накладывает отпечаток на этих людей. Они венчаются, и все. И он пришел покаяться, батюшки. И он говорит, я пришел и рассказал, что вот у меня такой стресс, я вот с девушкой познакомился, и у нас уже такие близкие отношения с ней сложились, потом они распались. Распались. И он говорит, он такой стресс, ну, когда в юношестве, это очень трудно, и он, я не знал, что делать, и родители на меня там накричали, говорит, и я вот побежал в церковь. И я первый раз вот батюшке открыл свое сердце, он так, говорит, меня принял, вот говорит, я поверил так, что вот действительно в меня, вот Бог спасет меня. но, говорит, когда я выходил, в эту церковь зашли пара людей, мужчина и мужчина, и этот же священник, которому я только что, вот, ну, сердце и свое, вот, ну, у меня проблема была такая, ну, конечно, в юношестве, но все максимально, очень максимально все это проявилось, и говорит, и в этот момент, я что увидел, что заходят два луча, и этот же священник, он их, о, и давай, значит, все их благословить, и говорит, я вообще был настолько раздавлен, это вот простое мнение одного человека вам рассказываю, хотя вы можете иметь какое-то свое мнение, но я вам просто хочу, чтобы мы немножко широко, без этих вот, да, и вот давайте немножко, да, вот сколько мне еще минут, 15, да? предсказания можно, именно конкретно, что делать, да, чего ждать, поверим, хорошо, давайте, ну вот, испорченность семейной жизни, семья, как институт брака, становится слабым, и мы видим, что сейчас семьи неполные, да, разве это не предсказание, разве это мы не видим на самом деле, да, утрата, ну вот, и загрязненное сознание от этого, от падения морали, видите, люди не могут определить свое место в мире, от этого они теряют покой, ну, когда вы не знаете, кто вы, и для чего вы вообще пришли на это, для чего вам эта жизнь дана, как ей распорядиться, большинство людей не знают, ко мне приходят на консультации люди, в 40 лет, они не знают, в 50 лет, они не знают, для чего, понимаете, естественно, у них нет внутреннего покоя, потому что человек, который знает, он очень умиротворен, он счастлив, потому что он выполняет свое предназначение, так устроено в этом мире, и, в основном люди сейчас живут для чего, для личной выгоды в основном, то есть, весь смысл он сводится, вот, и не зная, как правило, цель жизни, цель жизни неизвестна, современному человеку, и когда начинаешь говорить о цели, допустим, люди говорят, о, это так сложно, давай не будем, потому что личные интересы, выше всего, нет, я буду жить, ну, как придется, то, что мы сегодня говорим, нет для бытовых, свепо, не просто, вот, на уровне быта воспринимается, это такая научная вещь, понимаете, утрата здоровья, красоты, интеллекта, очень интересные предсказания, связанные с этим, и мы видим сегодня, что здоровье людей, оно очень сильно, очень слабо, реально все больны, вот, стопроцентная болезненность, у всех людей, смотрите, кариес, стопроцентный, ну, это важно, зубы для, ну, для человека, у кого есть целые зубы, вот, ни одного зуба, чтобы не трону, он, есть такие здесь, замечательно, замечательно, вот, смотрите, калиюга еще не все поглотила, это нас очень сильно вдохновляет, одна девушка, вот у нас есть такая, видите, у нее все зубки целые, но будем надеяться, я к чему это все говорю, о том, что красота, смотрите, целая индустрия красоты, почему такое происходит, потому что она утрачивается, поэтому люди вот в такой индустрии совершили, так трудно эту красоту, да, надо столько денег вообще отвалить, за силиконовую красоту, понимаете, и вам надуют вот так вот лоб, вот так вот, все морщины так расправятся, и губу надуют вот так вот, да, губу ж надувают, там, верхнюю губу надо надуть обязательно, вот, и припудрить надо, что это все, понимаете, потом, это ужас, ужас, и люди, люди, они стоят в очередь, чтобы вот эту красоту, потому что она утрачивается, ее нет изначально, ну, вы можете сказать, Сергей Николаевич, ну, ведь, смотрите, мисс Мира, есть же, да, мисс Мира, ну, красивая женщина, а вот мисс Мира того-то года, а вот с Миной, ну, есть еще красивая женщина, ну, красота с женщиной, как правило, связана, я вам хочу сказать, что веды описывают красоту, веды описывают красоту, красота это не в формах, понимаете, красота это понятие внутреннее, красота она из сердца, она изнутри, понимаете, красота это то, что я могу увидеть, понимаете, это не то, что я могу слепить, а вот мы смотрим на одни и те же вещи, но мы видим порой разные, да, мы можем смотреть на какого-то человека и восторгаться, а другой может смотреть на что такое, ну, там, не пойми что, да, а кто-то может души не чаять, там, такой-то женщине, да, а другой скажет, как он вообще мог ее полюбить, но веды говорят о красоте такой, которая, вот раньше в ведической культуре люди были настолько красивы, женщины были красивы, да, что просто глядя на них, человек впадал в оцепенение, представляете, в оцепенение, я видел мисс Мира одну, вот, ну, просто вот, ну, как бы была встреча там, и пришла мисс Мира там, да, я вам честно говорю, я в оцепенение не впал, для меня было это как бы вот, для меня это был тестом, я думаю, увижу я красоту, поэтому, если вы будете вот думать о том, что нет такого там, что я ошибаюсь, вот как вот там, допустим, там можно подумать, да, то поверьте мне, красота все равно изъяна есть, то есть, какая бы мисс ни была, ну, если так быть откровенным, то все равно что-то не так, вот, там, может духостроение там, слабенькое, или голень там немножко там, не так заточено, понимаете, или, я не знаю что, ну, каждый глаз найдет, но, есть вот такая красота, которая вот просто вот спинение погружает, это чтоб вы знали, а сегодня силикон, хорошо, что еще не мозги, а только, только вот, ну, на уровне лица, может быть, там, я не знаю, лицо, и, очень модно сейчас вот грудь, обязательно грудь, надо делать женщинам тоже силиконом, но, что я вообще хочу сказать, природные катаклизмы, засухи, пища утрачивает питательность, видите, вот, это предсказано о том, что вот эти катаклизмы, приводят к засухам, и этих засух очень много, поверьте мне, целые засушливые районы на земле сейчас, есть огромные территории, пустынь, в ведические времена такого не было, чтобы вы знали, ну, когда моральные принципы и культура, сознание людей было повыше, и, были, конечно, пустыни, нельзя вот так сказать, вот однозначно, но, территория пустыни, вот этих аридных зон, в которых очень трудно выживать человеку, она увеличивается на этой планете, и, пища, пища, вот даже я на протяжении своей жизни могу вам сказать, что те продукты, которые я ел в детстве, они были, ну, питательнее, вкуснее, и вот, оставляли вот мне этот, неизгладимый, вот этот запах, я сейчас не могу все, я вот пытаюсь, я думаю, может у меня чувства притупились, ну, вот, притупленные чувства, или действительно так, знаете, с возрастом у нас чувства тоже могут, ну, когда мы старимся, да, чувства тоже, они притупляются, но я смотрю на детей, на детей, и они все чупа-чупс, вот это, я их слову говорю, они хотят восполнить этот вкус, и они вынуждены, они всякую вот эту вот, еще хуже начинают, они все это кают в рот, и они вот таким образом, и мы видим, что это объективно, что не проблема мои чувства, а что питательные вещи уходят из еды, из воды, и вот что получается, что мы кушаем, то, что не приносит нам, ну, силы, что ли, понимаете, интеллект, он должен питаться, вода утрачивает свои функции, она, она теряет, вот эту вот возможность, одарить нас, вот этой жизненной силой, потому что она уже начинает мстить человечеству, за то, что к ней очень потребительски относятся, и точно так же продукты, и сейчас, если вы зайдете в магазин, вы не найдете ничего нормального, один суррогат, вот поверьте мне, вот, я не знаю, если не верите, ну, зайдите в магазин какой-нибудь, вот, ну, там, супер, в Ашан зайдите, ну, все, знаете, такое, неестественное, ну, неживое, все рафинированное, согласны со мной? А уж, если продукты, вы красивые, там, найдете какие-нибудь, там, фрукты, овощи, то это все химии снабжено, или там облучено, там, или молоко, там, непонятно, тоже облучено, да, или все это, ну, вот, знаете, есть такой фильм, вот в интернете его выставили недавно, удивительный фильм, как он называется, еда, как-то, вся правда еде, это, осторожно еда, совершенно верно, осторожно еда, я думаю, что, видите, уже люди, реально, многие задумываются о том, что же они покупают, и, ну, мы читаем, что в ведах, вот эти все, вот, говорится о красоте женщин, что женщины утрачивают красоту, это в ведах предсказано, в Бавиша Пуранах, еще пять тысяч лет назад, и красотой будут считаться волосы, длина волосы, это будет считаться красотой, это в Бавиша Пуранах написано, и мы видим, что сейчас женщины что делают, в своих-то нет волос, они лепят вот сюда, и другой раз, понимаете, под линией опять, раз, раз, ну так же или нет, или я придумал, смотрите, я хочу, чтобы вы, ну, как бы ощутили, ощутили время, потому что слишком, слишком люди мнят, что они очень продвинуты сегодня, и что их цивилизация очень высокого уровня, на самом деле, я хочу, чтобы вы увидели реальность, деградацию, если мы это не будем объективно ощущать и понимать, то мы никогда не сделаем правильных выводов, я сейчас буду заканчивать свое выступление, и, конечно, еще, понимаете, я не сказал вам, честно скажу, и я только, может быть, десятую часть, но, хочу закончить одной вещью, такое, что решение всех этих проблем, вот, и, ну, 12-го года, там, есть русские веды, которые говорят о том, что в 15-м году, вот, в 2015-м будут вот эти вот пролайи ожидать и так далее, и как бы оно ни случилось, понимаете, но, вот этот призыв Девы Марии, там, ну, в общем, так сказать, и ведические призывы, понимаете, это не фатализм какой-то, а именно призвание к тому, чтобы мы сделали свой выбор, и этот выбор, он уникальный, понимаете, потому что решение проблемы, проблемы, в смене парадигмы нашего сознания, то есть, если мы не захотим расширить наше знание до принятия духовности, то, что это реальность, понимаете, что мы есть духовные души с вами, и что существует верховная личность Бога, понимаете, который законодатель, так сказать, всего этого, то мы, то судьба человечества, она такая, весьма будет такая, знаете, непредсказуемая, потому что если, ну, какова судьба ребенка, сына, допустим, который не признает своего отца? Ну, какая? Он становится блудным, да? Ну, так же, да, и вы не слышали такие какие-то рассказы, да? И как вы думаете, если вот, ну, типа того, что, ну, Бог там, не пойми что, а мы вот здесь сами Боги. И вот в таком положении нам очень трудно понять и выжить, и если мы не сменим эту парадигму, и что самое интересное, закончу последним предсказанием ведическим, которое сбылось практически вот недавно, 500 лет назад, в Тирже Бавича Пуранах и во многих других произведениях, я не буду сейчас перечислять, это у меня все это есть вот с собой здесь, вот во многих писаниях ведических предсказан приход золотой аватары, золотой аватары, то есть это Господь в золотом обличии, и Он пришел 500 лет назад, ну, если отлистать вот 500 лет назад, вот, Он пришел примерно в это время на землю, это очень редкая аватара, это сам Господь, только Он разные обличия принимает, очень редкая, она приходит один раз в 28 Махаккаль, представляете, это, ну, не каждую Югу, не каждую Кали-Югу, вот, а вот 28 Кали-Юг пройдет, вот один раз придет золотая аватара, понимаете, вот так вот веды описывают этот приход, и эта аватара пришла, и имя этой аватары, это, его зовут Шри-Чайтанья, Шри-Чайтанья, Маха Прабху, Шри-Чайтанья, вот так вот, Шри-Чайтанья, очень благоприятно повторять, Шри-Чайтанья, и вот эта золотая аватара, вот помните, я говорил, почему не все предсказания сбываются, потому что вот эта вот золотая аватара, она она принесла вкрапление золотого века, вот в эту Кали-Югу, и сейчас, конечно, все произойдет по воле сверху, то есть не по нашей воле, понимаете, мы с вами не сможем отменить даже ночь, вот сейчас ночь наступает, видите, темно на улице, вот, а мы с вами не можем это отменить, даже если мы сейчас все с вами вместе, вот все вот 6,5 миллиардов жителей земли поднимут плакаты, мы против ночи, понимаете, очень мало шансов, что нас кто-то услышит, согласитесь, да, но мы будем бастовать, мы не будем выходить на работу, мы остановим все поезда, мы против дня, ну, кто-то тоже захочет, против дня, ну, вот, мало что изменится, но я вам хочу сказать обратное, но вот если вдруг случится так, что завтра солнышко не взойдет, ну, просто не взойдет, шутка такая будет, ну, взял, возьмет и пошутит, почему нет, вы говорите, или у вас все, солнце взойдет, и все, да, ну, вот, если не взойдет, поверьте мне, ну, я думаю, что 90% человечества сойдет с ума, просто, просто, знаете, с чего начнется, начнется вот с чего, вот, телефончик раз, айфон, Маша, Маша, а она во Владивостоке живет, Машенька, а солнышко, зашло? Потому что уже 9, уже 11 часов, а вот темно, зашло? Нет! А! Ну, я вам просто рассказал, что мы все здесь зависимые, очень зависимые, здесь нет ни одного независимого существа, если кто-то из вас думает, что он независим, а таких, сейчас это очень болезненная тема, люди становятся очень горделивыми, горделивость приводит к этому чувству независимости, и ко мне приходит очень много людей, которые, ну, они вот так вот едут на этих роликах, и люди, к сожалению, к своему невежеству, они не понимают, насколько мы зависимы, мы зависимы от этого, солнце оказывается очень сильно, вот, от количества этого воздуха, и от его чистоты, и от много чего мы зависим, более того, мы, люди оказываются такие общественные, мы зависим еще очень сильно от любви, от взаимопонимания, вот, и без этого, оказывается, мы не можем самореализоваться, ну, и реализовываясь я там у себя с компьютером в виртуальном мире, чего стоит твоя реализация в этих играх? А вот, когда ты реализуешься в обществе, да, когда ты кому-то нужен, бывает такое, нет? Или нет? Может и нет уже. Когда ты кому-то нужен, тогда да. И вот, вот эта золотая аватара, Чичи Тани Мапруб, он пришел с тем, чтобы дать нам метод, дать нам метод, который мог бы противостоять развитию Кали-Йоги. Это очень научно, то, что я сейчас говорю. То есть здесь нет никакого вымысла и так далее. И метод очень простой. Воспевать цветы имена Бога. Смотрите, какой метод. Просто воспевать. Воспевать, это, знаете, я видел, все любят петь. Я видел, маленькие дети сидят и поют. Вот маленькие совсем, вот они ау-ау-ау-ау, он поет. Я видел дедов с бородами, Они сидят и напевают что-то. И я видел молодежь, они ходят на такие вот большие концерты и тоже любят попеть. Или там хороводы раньше водили. Молодежь собиралась, хороводы водили. Так вот, вот такой простой метод принес вот эта золотая аватара. И эту золотую аватару все хотят найти. Вот кто ее найдет, говорится, тот самый удачливый. И вот вы помните Христофор Колумб, да, все его открытия, они вот связаны. На самом деле основным мотивом Христофора Колумба было найти золотую аватару. Он слышал, что в Индии, он же хотел открыть Индию, помните, да, что в Индии пришла золотая аватара. И вот этот слух, он дошел до Европы. И вот просто приход Господа, да, он спровоцировал какие-то сумасшедшие открытия. Смотрите, вот это Ренессанс, вот это все, вот это научные открытия вслед пошли, да, вот, в Европе. И географию Земли люди вдруг узнали. До этого уж, ну, как бы, не так-то сильно знали. Вот приход Господа, он связан с таким расцветом. Но видите, в чем проблема? В том, что вот этот простой метод, он, ну, вопрос сейчас стоит так, вот он взвешивается. Он будет востребован. Если он будет востребован, то, возможно, что ничего не случится. Ну, глобально вот так вот. Ну, опять же, не нам решать. Я честно говорю, я это не смогу решить, я вам откровенно говорю. Вот. Но, что я могу сделать? Вот лично я, для себя, не для вас сейчас, а для себя. Я могу сделать свой выбор. Вот это я могу. На основе этого знания, с которым я столкнулся. И вот сейчас будут вопросы. Я надеюсь. Вот. И если у кого-то какой-то хороший вопрос, я с удовольствием подарю вам вот эту вот Шимат Бхагавадгиту, как она есть. Вот это знание, которое пять тысяч лет назад было записано. Это вообще потрясающая беседа. Беседа человека с Богом. И давайте к вопросикам, дорогие друзья мои. Я с удовольствием, вот. Если есть, то давайте. Вот вы говорили в начале, что несновидение человек получает, как правило, на заслуги. Какие-то духовные. А вот. А вас как зовут, извините, что я так тоже немножко. Лена. Очень приятно. А что вот сейчас наблюдается большое количество всевозможных ясновидящих, услышащих и так далее. Вот как отличить человека, который действительно обладает подобным даром, от человека, который думает. Может даже и не мошенник, он думает, что он обладает, но на самом деле не мошенник. Ну это хороший вопрос, правильно. Потому что мы хотим от лжи уберечься. И это хороший вопрос. Дело в том, что это проявляется очень просто. Знаете, конечно, мы не хотим сами обманываться, но надо посмотреть по выхлопу, понимаете, человека. Есть очень серьезные вот такие вот люди, которые действительно этим даром обладают. Но они видят вот так вот, ну на год, на два, может быть на жизнь они смотрят. Вот такой вот, ну как бы мелкий дар. Вот как правило, если вы увидите такого человека, он одинокий должен быть. Потому что этот дар за него большая цена идет. Человек остается один. Вот. Если у него даже есть дети, но может быть не дети, там племянники, внуки, правнуки. То есть он передает как бы через поколение. Потому что он платит своими родственниками за этот дар. Ну как правило. Смотрите, это как правило. Вот. Настардамус, он тоже был одиноким таким. Ну пытался там жизнь построить. Там же Мессинг, да, он тоже, ну как бы не складывалось. У него была жена. Но, я к слову, понимаете, это плата идет. Плата. Потому что человек с таким даром, он как бы определенное бремя несет. Бремя. Потому что заглядывать в будущее – это бремя. Бремя. И чтобы отличить это, нужно, конечно же, посмотреть, вот, насколько точно человек предсказывает. Вот. Но, опять же, эти вот эти ситхи, они могут проявляться. Вот. Но они в какой-то момент очень широко могут раскрываться в человеке. А в какой-то период времени стихать, понимаете. То есть, у него когда-то это проявилось, а потом прошло время, а он уже, ну не так, он пытается уцепиться за это, а у него уходит это. То есть, это открывается там на определенный промежуток времени. Пытаться это делать искусственно я не рекомендую. Есть многие люди, которые ко мне приходят, говорят, мы практикуем тесновидение. Дело в том, что это можно открыть. Это можно открыть. Это нужно обязательно, чтобы вот эта чакральная система вся была, работала очень хорошо. Были открыты чакры, особенно вот этот вот, так называемый, третий глаз. Это тоже такая чакра, вы знаете, да, вот здесь есть. И вот, когда она у вас хорошо развита, то вы можете увидеть вот эти вот будущие явления. Но это испытание. Очень большое испытание для человека. И я всегда говорю, что более разумно не пытаться открыть в себе что-то, а взять авторитет, который уже доказал тысячи раз и ни разу не прокололся. И просто взять и принять его. Ну, потому что трудно? Трудно. Сейчас в Калиюгу трудно. Гордыня очень большая у людей. Очень большая. А что? Я же читать умею. Я прочитаю. Но вот это знание мало прочитать. Оно, говорится, передается по цепи ученической преемственности. Там очень много всяких особенностей в постижении этого знания. Но в связи с этим вот приходом Шичи и Тани, нам оно открыто. В прошлой Калиюге сейчас уже все. Веды были полностью уже заблокированы. Полностью. Уже в это время, пять тысяч лет, от начала Калиюги уже этого не было. Сейчас еще. Смотрите, мы берем. Смотрите, какая красивая книжка. Мы держим. Это вот приход Шичи и Тани. Смотрите, приход Шичи и Тани мы держим в руках. Это его дар. Дар человечества. И вот мы видим, что это реально до нас дошло. Я не знаю, ответил я вам на ваш вопрос. Что-то делится. Ну, понимаете, в этом я не знаю. Заполнение. Можно ли доверяться собственной интуиции или ощущениям своим? Вы знаете, это важная вещь, интуиция. И мы все равно на нее полагаемся. Так рано или поздно мы полагаемся. Но не надо на это делать ставку. Потому что мы можем ошибаться. И лучше полагаться на авторитетные вещи. И затачивать свое сознание именно в авторитетных каких-то мыслеформах. Вот в этих ведических, допустим, всяких постулатах. Потому что, а какие основные постулаты? Я вечная душа. Это один постулат. Я вечная душа. Я слуга Бога. Это второе постулат. И есть Господь. Верховная личность Бога. Который, что очень счастлив будет, если мы о нем вспомним. Наконец-таки. И он очень отзывчивый оказывается, эта личность. Он очень рад будет нашему воспоминанию. То есть, есть наука о Боге, есть наука о душе, понимаете? И о наших отношениях с Ним. Вот это веды. И я слуга Бога. Я не Бог. Понимаете? Есть очень много сейчас обманщиков, которые говорят, что вы все Боги. Я начинал свою познавательную деятельность. Тогда в Савдепе еще вообще не было книг о Боге. Это 20 лет назад. И мне попалась книжка Ошо. Ошо. Может, слышали такую? Нет? Ошо. 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 Да. Ошо. А может, это шо? Ошо. Ошо. Это по крайней мере. Ошо. Окей. Окей. Я не разбираюсь в этом. Я думаю. Святой. Да. Но такой же он святой. Понимаете? И вот смысл такой, что я думаю, что он меня тогда сильно зарядил в свое время. И мне понадобилось лет 15, чтобы понять всю пагубность его философии. А сейчас люди понимают это очень быстро. Вот ко мне приходит молодежь, они так быстро разбираются. Но это не те, которые из метро Уши, помните, ну, в Угарисе, а есть другая молодежь. И я тоже это вижу, как предвестники вот этого золотого века. Есть разные люди. Они приходят. Говорят, да. Ошо, говорит, имперсоналист. Ой, хеймаевадион. Это мне молодежь говорит. Я говорю, слушай, откуда ты это знаешь? Я говорю, я тоже вот начал вот это. Я 15 лет это не мог понять. Мне уже пятый десяток. И я вот это вот... В чем пагубность? Вы читали, как бы я читала, что у книжки... Отличный вопрос. Просто, как сказать... Великолепно. Они вот именно о том, что человек называется романтичной любви, да, то есть любви с природой... Да, а попробуйте забрать любовь. Любовь. Посмотрите, а попробуйте забрать любовь вообще. А что останется? Конечно, он пишет о любви. Но самая большая ошибка в его учении... Что надо, наоборот, жить в любви, что жизнь это любовь. Да. Любовь это к жизни, любовь к себе, да. Я не говорю, я как-то с каналью не читала, да, чтобы вот прямо там... Ну, я не хочу сейчас вот в такой диск это превращать. Я даже не знаю, я просто хотел это мазком сделать. Ну, сказать, почему, в чем пагубность. Вы знаете, пагубность я скажу. Очень просто. Имперсонализм и моя вада, это такая вещь, когда человек, он себя ставит Богом, на место Бога. Он не ставит себя Богом. Я вам могу доказать это, во многих просто вы не заметили. Он просто пишет о том, что в каждом человеке частичка Бога, понимаете, и в том числе и в нем. Да. Но в конечном итоге я должен стать Богом. В конечном итоге. Я вам это могу показать. Ну, ну, это, и, как сказать, ну, это, опять же, не надо же принимать все буквально, да. Что значит стать Богом, да. То есть это, опять же, просто, ну, не знаю, там, может быть, уже там, в другой жизни, там, вообще что-то, просто переродиться в других, более других, как бы сказать, там, формах и, ну, не знаю, стать более, там, чище. Вы знаете, вот давайте так мы остановимся. Смотрите, это хорошее очень, правильно. Вот мне очень понравился ваш вопрос. Я, наверное, его сделаю самым важным вот в нашей встрече. Я не хотел бы это напоминать. Нет, вот мне очень нравится про Оша, когда вот именно то, что вы не согласны. Давайте так мы сделаем. Я, как бы, у меня сейчас, я могу, это целое уже будет, вы все устали. Я вам просто скажу, что Оша, он во многих местах, он, это человек, по сути дела, но чтобы вот это вот изобличить, вот это вот увидеть, это надо очень дотошно изучать. Навряд ли современные люди, которые читают его, ну, я вам честно скажу, дотошно изучают. Так, как это, допустим, делал я. Но я на сегодняшний день знаю многих, которые так же изучают, как и я, и они тоже сходятся со мной в этом мнении. Ну, вот я вам сейчас сказал о том, что человек – это слуга Бога. Человек, вот мы, да, душа, душа. У каждого сердца у нас душа. И я вот этот постулат другой сказал, не Ошевский постулат. Мы слуги и никогда не станем богами. Готовы? Что да, значит? Бог, ну вот это такая же личность, вот как вы. То есть это мастерализованная личность, что для вас значит Бог? Вот материализованная – нет. Вот с этим не соглашусь. Я с вашим мировоззрением, правда. Это не мое мировоззрение. Это мировоззрение, вот ведическое мировоззрение, понимаете? Мировоззрение ведет очень просто. Говорится, что Бог – это Богаван. Такого понятия нет ни в одной религии мира. Богаван. Богаван – это значит ипостаси у него есть, определенные энергии и качества. Богаван. Вот допустим, понятия Бога у японцев вообще нет. Ну я к слову говорю, да? Вот придите в Японию, скажите Бог. Что такое? Чтобы перевести слово Бог на японский язык, вот такой комментарий надо написать, понимаете? Нету, нету. У них такая философия, у них философия Ошо, понимаете? Там нету места Богу, понимаете? Потому что Бог – это я в конечном итоге. Вот послушайте меня. Это такие философские вопросы. Это очень интересно. Я очень ценю. Можно я вам подарю эту книгу? Я вам хочу за вопрос поздравить. Я знаете, что хочу сказать? И мы с вами обязательно это обсудим. Обязательно. Договорились. То есть мы… Этот вопрос очень интересный, очень важный. То есть мне, чтобы показать вам, чтобы вы не возмущались, я просто должен взять, просто зайдем с вами в магазин или как-то, я просто вот так вот, вот книжку открою и покажу вам вот его ошибки. Реальные. Вот из той философии, которую я сейчас озвучил. Мы слуги. И вы увидите очень большой противоречий. Но это ну-то заточенными глазами можно такое увидеть, понимаете? Заточенными. У меня ушло много времени. Я не знаю, но у каждого по-своему. Кто-то открывает это быстрее. Дай Бог. И возможно вы будете тем самым человеком золотого века, который откроется для вас очень быстро это. Но, чтобы это вот понять, надо все равно немножечко набраться, начитаться. Попробуйте почитать вот эту книгу Багавадгиту. И вы таким образом, вы вот сможете как-то вот шире смотреть на вещи. А потом мы оши откроем. Я его очень уважаю и люблю, поверьте мне. Мне он очень ценит. Но вот мое открытие, вот последних, может быть, десяти лет, когда я понял, кто он такой, это было такое. Вот я понял, как человек может сам себя обманывать. И там это очень серьезно. Очень серьезно. Еще вопрос. Да, вопросы следующие, пожалуйста. Какие вот, я понимаю, что у нас сейчас цель лекции – это физическая философия, а какие еще, может быть, каких авторов или какие другие философские течения можно почитать для расширения кругозора, которые, может быть, не противоречат или наоборот противоречат, но делают ярче это знание? Очень хороший вопрос. Замечательно. Он достоин Багавадгита. Дело в том, что, я вам скажу честно, вот вся философия, которая есть на Земле, вот все, что человек только вот может придумать, вот что, она вся есть в ведах. Веды различают шесть основных философских систем. Это может быть темой следующей лекции. Ну, если захотите. Просто это, ну, я не смогу вам все перечислить сейчас. И вот ситуация такая, что их основных шесть. И есть авторитетные традиции в постижении Бога. Их четыре авторитетных. То есть те, которые признают ведами. Веды, сами веды признают эти традиции авторитетными. Вот. И наша задача просто, ну, изучить, сравнить, понять. И мои 20... Помните, я начал с 20-летнего? У кого есть 20-летний стаж изучения? Ну, есть люди такие, поверьте мне. Я встречаюсь с такими людьми, у кого есть и 30 лет, которые каждый день изучают. И больше даже. Вот. И я учусь у них тоже. Я прихожу и спрашиваю, а как вы думаете по этому поводу? А как вы думаете? И мы делимся таким. Я учусь. Я прихожу вот так вот. Очень смиренно надо спрашивать. Вот такие вопросы. Потому что, если я приду с вызовом, скажу, мне может не открыться. Ну, правда. Правда спугнется. Она скажет, что, да что? Правда ее поймать надо. Она такая. Какие же эти четыре? Да, чем можно назвать? Четыре. Ну, это я сампродай имею в виду. Четыре сампродай. Это очень просто. Это одна сампродай идет от Шивы. Другая идет от Лакшми сампродай. Потом идет от четырех кумар, так называемых. Это четыре мудреца, которые очень прославлены во Вселенной. И Брахма сампродай. Вот перевод этой книги, комментарий и перевод, вот как раз Брахма сампродай. Называется Шри Мадхава Гаудио Мадхава сампродай. Гаудио Мадхава сампродай. То есть вот этот перевод вот в этой вот четвертой сампродай, вот этой богородицы. Почему я и могу просто... Сами веды об этом говорят, что это авторитетно. Я поэтому... Веды? Веды это система знаний, данная Господом для людей. Как правило. Как инструкция для жизни. В которой перечислено все. Как жить, как умирать, из чего состоит этот мир. И что находится за пределами этого мира. Кто мы такие и что нам делать в этой жизни. Вот такое вот расширенное знание, инструкция. Вот мы когда покупаем, допустим, ну я не знаю, вот телефон. Вот если я, да, вот так. Можно права, да, права. Ну вы поняли, да, мы поняли, где мы живем. Вот мы купили телефон. Если я первый раз пришел, да, я ничего не знаю. Мне без инструкции трудно, да. Правда же, у тебя была инструкция когда-нибудь? Была. И ты лишь листал ее, смотрел, как кнопочку нажать, правильно? Ага, где же выключить его? Как выключить? Кнопочку если не нашел, ты разбил его. Не надо же выключить, да. Ну слава богу, что там написано, где кнопочка прячется. И все, и вы нашли, и таким образом нажали, и вы были счастливы. Сохранили телефон. А ситуация такая, что у нас сплошь и рядом вот это, понимаете? Мы не можем без инструкции. О, это к нам кто-то пришел говорить о конце Кали-Югина и начале золотого века. Ситуация такая, что мы играем не по правилам. Мы не пользуемся инструкцией. Мы приходим в ресторан. Вот я недавно был в ресторане в японском. Японский ресторан. Я пришел в ресторан, и мне подали вот такую большую книгу, вот такую толстую. Это меню. И я вот, верите, я вот так открывал ее, вот так, она большая. Я открывал, раз, и там блюда всякие написаны. Вы верите, вот ничего не понимаю. Вот думаю, я не знаю, саке, маке, там все, я не понимаю. И эта ситуация, конечно, она меня очень, очень, очень впечатлила. И вроде мне выбирать надо блюдо, понимаете, выбирать. А я не знаю, в что. Понимаете, вот так вот люди сейчас живут. И я выберу, а что я выберу? Может, мне это не понравится. Какие-то устрицы принесли моему соседу. Понимаете? Я думаю, мама родная. Что это? Куда я попал? А может, фугу, рыба такая ядовитая. А, ну вот, смотрите, еще раз говорю. И вот ситуация складывается следующим образом. Если мы играем не по правилам в этой жизни, да, наш результат не предсказуем. Что я выберу в этом меню? Я не знаю правил, я не знаю их названий. Понимаете? Я не по правилам. И вот так мы же, и вот приходим, игра, виртуальная игра продается. Покупает ребенку. Ребенку приносят, и смотрит, это ребенок, он с роликов съехал, да. И он на все кнопки нажимает. Какие ему там инструкции? А на игра идет, она так задумана, на такого ребенка. Он будет все нажимать, и она будет идти. Чего он там выиграет, непонятно. Понимаете? Но он просто нажимает, вот и все. И вот мы точно так живем. И вот я призываю, конечно, по возможности, живите осознанно. Старайтесь жить, вот, старайтесь жить вот в этой гармонии с этими законами, которые уже есть. Которые мы не можем отменить. Которые уже существуют. И смотрите на все реальными глазами. Спасибо вам большое за внимание. Я был счастлив. Всего доброго. Спасибо.